вот такая страсть приключениями мне было интересно мир посмотреть там были только проститут короче еду кайфую смотри туда не ходите по тебя зарежут бразилии мы как-то ехали в нас стреляли чего с оружием вообще стрёмно было охутили вывозят меня в я сейчас что-то будет какая-то хуйня вернет он меня ножом нет судя по его поведению прям выстрелят в тебя но не знаешь что ожидать и начинают как бы мне руки в наручники закручивают раздевайся тебя будем сейчас досматривать да ну нахер я здесь нахуй замерзну ку**та собачью я кучу по-английски говорю снимайте это фашист я такой ну а хоть как теперь ну как бы если бы они камеру увидели они могли бы не знаете просто на перо посадить потом я привык потом его пофигу если тебя выпущу они убьют тебя здесь меня отвезли в участок и с проститутками меня сажают в клетку стремно неприятно потом полиция башмонала весь мой дом а можешь меня трахнуть я тебе 20 баксов заплачу но за 25 друзья всем привет сегодня в гостях илья бондарев один из самых экстремальных путешественников русскоязычного ютуба илья проехал всю россию и сша на товарных поездах а также всю юго-восточную азию и латинскую америку на байке в общем ли я путешествует так как мы только мечтаем привет ли здоров наконец рад тебя видеть буэнос-айрес да приятно познакомиться давай мы сегодня как раз поговорим про то как ты пришел к такому стайлу путешествие послушаем твои суперские трешовые страшные веселые истории своих путешествий окей погнали спасибо что позвал пожалуйста рад поймать тебя где-нибудь на одном месте где-то еще не летишь на товарном поезде от одного города к другому давай для тех кто почему то тебя не знает по грим про то какие страны ты посетил попробуем посчитать просто со счета сбился но я особо не считал да могу начать наверное грузия казахстан армения азербайджан китай россия южная корея тайвань лаос таиланд короче всю юго-восточную азию донезия все туда же вьетнам наверное да ну почти все какие-то страны этом не посетил я бы не удивился ты бы сказал северной кореи в северной корее не был в южной был вот соответственно на этом континенте соединенные штаты южную америка центральная ну почти все стражи все почти все центральной на самом деле я особо никогда не считал и у меня не было цели посетить типа все страны я кстати во многих уже был по несколько раз вот но ты то есть не тема лебедев у которого есть цель посетить все страны мира определенно ну да мне это не особо интересно куда такая страсть приключениями как это все началось хороший вопрос слушай меня с детства всякие приключениями постоянно в жизни моей присутствовали ну как это переросло в такие уже серьезные путешествия когда-то там на товарнике поехал там на байках вообще через джунгли слушай я поехал автостопом на море и понял что я могу так ездить по всему миру автостоп сработал в небольшом таком масштабе и сработает масштабах всего мира и решил поехать то есть сразу вот после этого путешествия когда первый раз гонял автостопом я сразу вернулся в город свой родной и пошел получил паспорт загранник то есть я уже планировал поехать куда-то еще мне было интересно мир посмотреть на тот момент я работал программистом угодно да вот мне на самом деле нравилась работа вообще увлекался программированием еще с подросткового возраста и на тот момент типа я этой темой занимался лет семь уже и за эти семь лет в целом она мне поднаскучила но нам не нравилось но я боялся провести знаешь молодость свою в офисе и плюс когда я ездил как раз автостопом первый раз я встретил там семью там был мужчина женщина у них ребенок был девочка вот он тоже программистом работал и я подумал но они нас автостопом подвезли и у него были проблемы какие-то со здоровьем типа со спиной еще с чем-то из-за того что много сидел я подумал блин ну пока что пока я еще здоров надо посмотреть этот мир меня времени типа не очень много на это вот ну и плюс мне хотелось посмотреть ну да посмотреть мир не просто увидите вот в документальных фильмах перед передачах или где-то еще а вот сама лично тем более что вроде как даже теоретически такая есть возможность но в моем случае это вот был как бы автостоп да такая теоретическая возможно бесплатно кровь до словно бесплатно но конечно я тогда не знал что за этим стоит условно бесплатно что придется отрабатывать вы про это поговорим сколько лет было когда ты в первое путешествие автостопом поехал когда какой возраст у тебя был ты 7 лет работала овером 20 или 20 21 или 22 мне кажется а то есть в этом возрасте все началось может быть чуть раньше то есть потому что до этого уже ездил там автостопом но на очень маленькие расстояния знаешь там ты каких-то соседних поселков или когда ездил там в беларусь путешествия мы использовали пару раз автостоп как дополнение к тому чтобы ехать на поездах вот знаешь еще хотела спросить а вот ты работал кодером и такое не хочу провести всю жизнь в стуле смотря в консоль да поехал автостопом прикольно понравилось а может у тебя был какой-то пример в семье то есть родители можете там в советское время путешествовали с палатками как будто такой о вот я видел фотки родителей бы пример родителей они тоже там были в приключениях путешествиях либо нет не ничего такого не было не то что они заядлые палаточники такие знаешь я помню такой момент когда еще подростком был я на телеке передачу видел про какого-то чувака которые вот автостопом вокруг света объехал я такую чет типа за прикол я погуглил тогда что такое автостоп ну погуглил и забыл вот и подумал было бы классно конечно будет так поехать но мне это нереальным казалось и примеры которые я черпал скорее дальше они были из интернета то есть людей которые там путешествовали тогда их было немного вот но они в том числе как-то потому что они показывали что так можно делать ну бы я понимал да так можно вот ну тогда было мало таких ребят сейчас больше конечно ну сейчас и инфы больше как бы у каждого есть камера в кармане может снимать показывать тогда по моему было из таких крутых пурта лапшинка моему зовут как называется пурта по моему зовут нотова в беларуси там недавно скажу так самолет посадили и сказали что он не хороший человек и понял кто у него не я не знаю как у него блог помолочь журнале был он там во всякие трешовые страны типа африки ездил такой хардкорный знаешь я скорее ребята читал которые поехали без денег без всего и отправили как бы в один конец поехали то есть был какой-то чувак тоже жж но у него было все цивильно у него там и в поте камера классно это все мне нравилось просто смотреть как там других местах но вдохновение наверно первую очередь каким-то служили все-таки люди которые путешествовали похожим образом ну так как сейчас я это делаю потому что все таки тогда для меня было практически нереально себя ассоциировать с каким-то чуваком а но в том случае у которого есть камера хороший который везет ведет же который в экспедиции ездит именно со спонсорами но я себя не мог с такими людьми ассоциировать вот мне было интересно да может у тебя там от родителей такая тяга к приключениям либо ты фильм книгу какую-то прочитал там какой-нибудь знаешь таинственный остров ты посмотрел видос про фильм по телевизору про чувака который поехал автостопом сам это потестил на короткое состояние надолго и заработала на самом деле было чуть по-другому то есть это я посмотрел этот фильм с тех пор прошло много времени это просто первое моё воспоминание об этом а потом скорее начал читать ребят которые вот так путешествовали вот скорее оттуда этот был импульс и у меня внутри он тоже был потому что как бы да в целом эта тема путешествий она в книгах всяких встречается и так далее просто это культурный фон какой-то и некоторые вещи кажутся безумно далекими когда ты их в книгах читаешь и нереалистичными мне хотелось потестить этот мир действительно ли он похож на то как он описан например в этих книгах и так далее то есть прикольно по им многогранная такая история то есть они что-то там одно да а много всего что в итоге привело к тому что я решил отправиться в путешествие окей а когда ты в первый раз поехал на товарниках вот в таком формате как у тебя выходили видео на канале первый раз я проехал из брянска в москву так то есть я запрыгнул я даже не знал куда едет этот поезд была весна ранее еще снег лежал было очень холодно и тогда очень сильно замерз и у меня была бумажная карта брянской области я следил куда я еду по станциям по названием станций и в итоге у меня карта закончилась я больше не мог следить до последней станции поезд доехал который который был на карте да да и едет дальше карта у меня кончилась в телефоне у меня помню я не помню был ли у меня телефон карту меня не было точно в телефоне что-то я вот не помню этот момент но я помню что не знал куда я приехал и в итоге когда спрыгнул товарника я спросил там на станции типа где я вот и мне там сказали вот что подмосковья там такая станция это было сколько ехал кстати из брянского москву часов 8 на товарнике это ехать часов 8 я потом этот же маршрут проезжал не полностью но частично уже сейчас когда в москве жил последнее время вот до сухиничей половину маршрута проезжал ну чисто развеется по приколу да ну да а ты загуглил до этого как-то как запрыгнуть на товарняк как они идут там какая охрана там есть или просто на фарт пошел я слышал есть я пытался загуглить я пытался найти информацию но ее не было то есть вообще не было никакой информации нужно было самому это выяснять в итоге через какое-то время для нашел группу ребят которые так путешествовали интересовались этим вот но там тоже особо не было инфы и они не распространялись тоже о том как они ездят потому что типа секрет но в целом у них так на том этапе путешествия были тоже очень короткие ну типа такое как я сделал из брянского москву то есть именно долгие спланированные путешествия через много точек казались тогда невозможными то есть что это практически невозможно сделать из-за того что нет информации по станциям по направлениям и тогда расписание поездов непонятно сколько ждать ну да но расписание нет но хотя бы нужно знать просто базовые какие-то штуки и они тогда в этом комьюнити еще только открывались вот ничего не было известно там ну это были просто наши покатушки из своего города там в соседние вот так вот люди в рамках дня в рамках суток да 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 а как ты пришел к первому большому путешествию первое такое серьезно именно на товарнике да я хотел вообще по россии так поехать изначально я короче отправился в кругосветное свое путешествие и когда я думал об этом путешествие я хотел поехать по россии на товарниках и я помню мы приходили на станцию в новороссийский пытались оттуда уехать не получилось ждали товарняка решили автостопом поехать и из-за этого из-за недостатков знаний на том этапе не получилось поехать то есть мы 100 автостопом поехали а в штатах уже когда я был уже когда мне был большой опыт путешествий меня автостопом никто не подвозил то есть мне нужно было как-то ехать и вот я подумал что надо на товарниках поехать тем более тогда я до этого ну то есть я в россии же уже так проехался и потом их сша значит можно и тем более что про сша я знал что я читал там разных битников там джека лондона вот и в их произведениях были люди до которые так путешествуют получается твое первое путешествие было в сша в товарниках большой либо в россии ты сначала владивостока до москвы проехал в сша в сша эти вот в этот момент как я узнал про твой канал мне мой лучший друг скинул твой видос на товарниках по сша который сейчас удален кстати да да на скандалами есть он год для смотри сумасшедшие типы вообще зацени какая тема я груз мыслом то на товарниках сша и так как на вот короче посмотри друг скидывает такого давай заценим так я подписался на канал по-моему 2017 год на 2017 вот и так я увидел твой первое видео все напомню набрало в ютубе тогда очень много то есть она зафорсилась прям жестко 3 с половиной миллиона даже больше там наверное даже больше бы набрало если бы его не забанили в итоге а потом удалили слушай ну вот и у тебя есть еще вот эта тема связанная с поездами ты путешествуешь без денег то есть у тебя там ну то есть ты вообще без бабла чем вот эта философия бродяжничества то есть это какой-то специальная специальная фишка когда-то отрицаешь все материальное поеду без бабла принципиально ли просто бабок не было вначале и решил да поеду как есть в этом нет никакой философии то есть мне просто да действительно не было денег и изначально перед своей поездкой заработал денег где-то от 800 до 1000 долларов я точно не помню купил там на часть этих денег снарягу и вот взял с собой путешествие просто потому что у меня я бы взял больше если бы у меня было больше просто не было и поехал как бы или смысл бы в том что я поеду деньги день закончатся мне нужно будет уже но вернуться не смогу нужно будет продолжать было конечно страшно но но терпимо скажем так вот то есть в этом нет никакой то сакральной цели там путешествовать без бабла просто бабла не будет игрушки ну там посмотрим что будет на так вот это интересная штука туда туда класс друзья я уже более 13 лет занимаюсь продвижением сайтов поисковых системах а моя компания rush agency помогла нашим клиентам привлечь миллионы лидов из яндекса и гугл мы работаем по всему миру в россии в европе в сша канаде латинской америки вазе если вашему бизнесу нужны клиенты из яндекса и гугл смело обращайтесь в rush agency в нашей команде более 180 специалистов готовых решить вашу задачу по лидогенерации наши аналитики уже ждут вас в телеграме по ссылочке в описании напишите в чат я с ютуба и получите персональный план развития вашего сайта узнайте сколько клиентов вы получите и как быстро окупится продвижение а мы продолжаем собственно путешествие без бабок когда у тебя закончились деньги как-то решал вопрос едой там душем ночлегом и первые разы когда деньги закончились например как дальше ты это решал первые разы мы и тогда со своей девушкой уехал и мы продавали открытки на улицах пекина шанхая гонконга банкока чтобы заработать у нас там была еще такая табличка типа покупайте по любой цене вот это открытка из нашего путешествия мы из вот кедова делали из фотографии сделали такие открытки и их продавали в общем и люди покупали потому что хотели некоторые хотели нас поддержать для некоторых мы были какой-то диковинкой потому что мы были не из тех мест выглядели иначе вот привлекали поэтому внимание вот таким образом нам удавалось заработать денег на продолжение путешествия например по китаю мы ехали еще на мотоцикле то есть мы купили за из тех денег которые еще взял изначально с собой я взял 250 долларов и на них купил мотоцикл старый вот в harbini и мы ехали на мотоцикле его то есть нужно больше заправлять и очень быстро вообще кончились деньги потому что ну бензин надо покупать и вот так мы стали зарабатывать в азии и получалось поднимать деньги на ночлег на еду открытие покупали на получалось даже получилось заработать на gopro получилось заработать даже на ноутбук на котором монтировать вот потом gopro к сожалению утонула у меня сколько техники потерял все было запечатано много очень много gopro то есть на начальных этапах кстати это было потом не терял начальных этапах штук 4 наверное или пять вот там не только gopro были потому что когда уже несколько gopro я потерял я стал более дешевые камеры покупать там это xiaomi и так далее потом как то вот начиная со штатов я больше не терял она украли у меня одну в мексике кстати вот но в целом с тех пор не терял больше вы подвали открытие когда ты был с девушкой а вот если взять путешествие на товарняках по сша она более трешовый ты там один либо с попутчиками без девушки там ты как выкручивался вроде там видосах ты открытки не продавал на там вообще там же вот там вот вот хардкор настоящего там интересно как ты там денег нет как пить есть мыться что делать как ты вообще выкручивался из этого как у меня пишет комментариях жена очень хорошо для мужчин вот короче я на самом деле переживал из-за того что мы расстались как бы с этой с девушкой и тут много факторов сложилось то есть я хотел довольно то есть я сам хотел хардкорного путешествия и хотел посмотреть насколько далеко я могу зайти со своими решениями то есть и с тем как я могу этот мир попробовать на вкус грубо говоря и какие рамки я ставлю то есть тогда я выбрал себе рамок не ставить и поначалу например в нью-йорке я работал грузчиком и в ресторане бас боем работал бас боя то кто помогает подносить что-то на официанту помогает официантами до пытался программистом кстати устроиться вот но чувак мне не взял с формулировкой слишком ты шаришь ты от меня скорее всего уйдешь очень быстро вон там русскоязычный чувак был ему нужно было организовать на складе в общем как-то складской учет какая-то такая хрень в общем им нужен был кто-то типа администратор программист в одном лице вот и собственно потом я уехал уже когда из нью-йорка мне ну я уезжал из нью-йорка у меня не было вообще ничего то есть типа баксов 50 что ли ты уезжал автостопом да у тебя есть серия которая на товарняке ну сначала по моему автостопом выбирался из нью-йорка лета другая там было так про это нет серии то есть сначала я пошел на станцию на большую рядом с нью-йорком и запрыгнула товарняк и он поехал не в ту сторону и я такой замерз ужасно очень сильно и в этот же день мне чувак мой друг скинула ссылку на ребят у которых можно по волонтерить по rb и принимать гостей на rb и там следить за rb и так далее и за это там пожить в том месте я очень сильно замерз и подумал написал этим ребятам из товарняка прямо они сказали что они сразу же ответили типа сказали но приезжай там посмотришь чё как а такой окей я спрыгнул с товарняка точнее он остановился там в одном месте стоял долго я слез дошел до автобуса в общем доехала до нью-джерси вот это рядом с нью-йорком напротив нью-йорка город пришел к ним и короче остался еще на месяц где-то вот и там я питался с из мусорных баков уже грубо говоря как это там и фраганизм по вам называется есть термин специальный до фраганизм можно так сказать но у меня это было не то чтобы идейный фраганизм просто не было да расскажи про это экспириенс то есть ты просто искал еду в мусорных баках в нью-йорке да и там еда главное не просроченная то есть многие думают что это просрочка так далее она не просроченная там такая система налаженная цепочка поставок и магазин постоянно привозят еду и если что-то не успели продать у них нет склада где это хранить они это выставляют на улицу и мы собор мусороуборочные машины это все увозят ты приходишь и забираешь по факту это нормальная еда в пакетиках они там да это свежая еда и более того бы были у нас такие случаи мы еду набираем выходит выходят чуваки с покупками из магазин 3 что вы делаете таки а мы вот еду типа набираем таки а наш просроченным такие да нет вот нормальная дата или такие нихуя себе на шар уберете покупали дать да 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 и они такие и они тоже начинают и себе несколько вещей берут такие мы тоже все возьмем то есть он там не ну не только бездомные это это делают если просто люди которые хотят сэкономить там либо бабок я бы даже сказала это не бездомные бездомные они скорее ходят в те места где знаешь shelter или где кормят бездомных вот в такие надо они ходят приют приют и да или где кормят какие-то миссии благотворительные а папа мэком ходят как раз таки просто нью-йорк из нью-йорка люди ну кстати мигранты ходят у которых не очень много денег вот так короче я там сколько ты в нью-йорке получается протусовался месяц с этими ребятами rbnb и дальше ты поехал уже по америке до выехал из нью-йорка да да я вот тогда уже у меня видос про который ты говоришь где я автостопом еду и там у тебя уже не было бабок там сколько у тебя было уже все да да ты точно ты идешь шелтер потому что тебя ну нет бабок на отель да да я там по каучсерфингу останавливался несколько раз меня кстати вообще не было денег на еду я помню варил рис на этом на кауче вот без ничего хавал а потом пошел как раз таки в приют где кормили но там еда была ужасная просто типа баланда какая-то совсем даже но я не смог ее есть нормально то есть ну ничего там поел поковырял но я не доел и как ты решал дальше вопрос едой ну вот все бабок нет уже ничего нет как подворачиваешь тут или что несколькими способами например да да пиздил например магазина я пиздил магазинах в основном моцареллу и нутеллу еще кстати знаешь хочешь прикол я как-то спиздил нутеллу себе банку и бомжам которые сидели рядом за магазином выхожу короче и говорю вот братан его нутелла типа похавайте чего не заценили они сказали спасибо типа да плюс когда я ехал автостопом водители могли помочь ну там просто например мне чувак дал 50 баксов я себе на них ботинки купил потом волнарте или например я сидел в макдональдсе пересматривал я же еще снимал это параллельно и свои приключения пересматриваю какой материал который я снял и ко мне макдональдсе могли просто подойти люди и не просил ничего их и принести вот типа заказ с едой полностью прикольно добрый добрый человек во прям несколько раз было даже бы я сказал много раз это как будто даже было то что люди делали часто знаешь суша в магазине было стрёмно пиздить первый раз что ты чувствовал стрёмно поймают не поймать полицию там отведут стрёмно да стрёмно неприятно потом я привык потом его пофигу когда я привык но не сказать чтобы я это делает прям супер часто ну то есть это когда совсем уже нет выхода либо с голоду там помирать либо пойти там пару банок консервы или что-нибудь там подрезать ну да и знаешь я потом с ника путешествовал через несколько лет по штатам и он писал знак он писала на картонке типа just food и с этим знаком становился например возле фастфуда и мы люди сразу покупали еду я тогда не знал про эту фишку если я знал и на также делал как-то ага вот это было бы проще менее рискового твои путешествия в целом как бы рисковали в таком формате там пиздецов много происходил мы еще поговорим про это волки а где помыться где поспать ну тут ты живут и сколько текст эти заняло путешествие по сша на творниках полгода полгода ну это считай сто его 180 7 нити надо будет спать ну понятно часть дворники ты просто на пенку ложился в спальнике вот на вот этих вот два вагона мы выведем на монтаже там есть вот эти площадки где ты собственно едешь да с этим понятно а вот ну ты слез со станции как вы искали ночлег да там прямо спать ложился недалеко от станции палатка или злени не знаешь когда с девушками ездили у меня была палатка очень легкая вообще запарился по снаряге очень сильно даже сейчас запариваюсь до тот момент у меня палатку разорвало штормом на тайване и у меня только остатки были от нее но так что и вообще я и уже перестал пользоваться как под открытым небом просто пенки спал да они стрёмно там животные либо очень такой стрёмно но под какой-то момент стало все равно знаешь самое стрёмно на самом деле спать под мостом возле автострады вид то есть когда дорога рядом и мост потому что шумно а вот просто пустыне или рядом со станцией нормально особенно когда последний раз ездил зимой было нормально как раз таки потому что не было живности зимой все замерзшие и более-менее нормально вот в мексике когда я путешествовал там с этим сложнее там типа скорпионы есть в пустыне мы примуты как мы ядовитые скорпионы много разных вот там было уже как это сказать более стрёмно вот в штатах тогда мне в целом было немного ну не то что все равно но не все равно как это сказать ну типа привыкли на похер как бы да ну окей типа 50 дней так ночевал 51 типа уже прыгну да и плюс я до этого тоже же путешествовал и даже ты когда в палатке спишь это же тоже не особо роскошь ну да я спал и не прям много раз не как ты но спал и когда едешь вот так вот автостопом знаешь мы же проехали очень большое расстояние то есть когда я говорю что я там с девушка ехал у нас была палатка это же тоже было не цивильное путешествие то есть это было тяжелое путешествие например в азии там в малайзии было очень жарко и было невозможно практически спать в палатке а на байкале когда мы были было холодным и там камни в костре нагревали и в палатке складывали что было тепло то есть вот такие штуки в целом я к тому моменту уже к штатам я так хорошо привык и умел жить в дороге и то есть меня это не парило даже наоборот было классно из из-за того что мне многого не надо и плюс вот эти штуки то что я начал в пустыне да они были но они были не каждый раз все-таки я старался найти место для сна например в основном это были крыши фастфудов типа макдональдса кф кфс они одноэтажные как правило и сзади зама за этим магазином там или за фастфудом есть лестница пожарная такая но не пожарная наверх есть лестница окей она может быть закрыта чуть-чуть или она слишком высоко дать она что-то подставить либо мусорный бак либо там железка такая надо как-то ее да я так делал ну то есть мне физической силы хватало туда залазить я туда забирался это было для меня это было просто очень и это как-то беспалевно и безопасно никто не полезет ночью макдональдс тебя ограбить либо там что еще никто даже не подумает что там кто-то будет спать и камер нет обычно на и камер нет ну то есть вот этим способом я прям часто пользовался потому что он был ну правда самый такой безопасный вообще угар что-то пропустил это слушает получается фастфуд есть наверно у каждой большой станции какой-нибудь там киевсе либо там бургер в целом да да и у каждой развязки в общем да то есть получается что вот к этим условиям дорожным ты через какое-то время привыкаешь становится условно пофигу на да да важно все равно соблюдать какие-то базовые штуки вот я в целом видосах своих моих это видосах можно видеть то есть важно все равно продолжать там следить за собой и так далее да вижу как каждый выпуск там у себя ты утром чистишь зубы такое неважно где ты едешь до ритуала какие-то там гены прочее да и после них как бы становится лучше ну естественно особенно если ночь была на товарнике и так далее вот умыться типа с утра это то что сразу тебя приводит как минимум в тонус как чувствуешь себя человеком ну да а с чем так и не смог смириться вот прям что несмотря на все твои скажем так лишения в плане бытовых каких-то вопросов чем так и не смог смириться что сложно было сложно таких путешествиях одному оставаться и сложно знаешь ты с людьми даже в дороге знакомишься а потом ты с ними расстаешься и ты не можешь устойчивые социальные связи установить это сто пудов и из-за этого сложно знаешь одно время когда это длится внутри года это можно переживать нормально целом да это тяжело я друзей постоянных с кем-то такому ты можешь прям или в рядом либо набрать позвонить да и потом потом что случается потом как-то ты находишь людей еще которые тоже так как ты путешествуют не обязательно на товарниках но вот которые примерно похожий образ жизни ведут кстати они не обязательно могут быть именно прям заядлыми путешественниками вот они могут и более как-то цивильно путешествовать просто они в целом путешествовать перемещаются по миру и ты где-то с ними встречаешься или разделяешь общие интересы но тяжело что когда ты можешь с кем-то устойчивые связи построить так друзей обрести да этот с этот способ ну такой стиль жизни он этому способствует очень сильно это вообще одна из таких в путешествие одна из сложных вещей то есть особенно в одиночных путешествиях а вот такого рода путешествие типа уехать на несколько лет одному это довольно такой экстремальный самом деле опыт это челлендж для психики и плюс тебя будут окружать люди особенно тогда когда я путешествовал например в латинской америке русскоязычных не было так много людей но это кстати способствует тому что ты доучишь язык к примеру но все равно ты на начальных стадиях языка ты не особо можешь общаться не получается коммуницировать базово заказать вот как я вот портите руку я приехал воды еды типа все но поговорить о чем-то ну смысловое что-то да не да не получается но со временем если ты учишь там язык или погружаешься в культуру в моем случае мне например очень помогает то что я снимаю документальные вот мои съемки я общаюсь много с людьми на испанском или там на английском и даже я если не знаю язык я его учу в процессе это помогает но для этого все равно нужен базовый уровень слова конструкции языка какие-то хотя бы на и тем более это не просто знаешь с попутчиком разговор а именно когда ты снимаешь это такое уже что-то должно быть осмысленное на осмысленные темы к чему-то ввести и так далее пока ты языка не знал конечно было сложновато совсем с этим было сложновато слушай у меня даже в видосах где-то есть где расстраиваюсь по этому поводу что говорю типа вот там есть каким-то рыбака каким-то рыбакам что-то помогал там и потом подумал а жаль что я не могу с ними поговорить а было что накатывал одиночество и там думал да нахера мне вообще все это надо и как справлялся было такое но одиночество конечно было но тоска так в том именно путешествие у меня никогда не было зачем это все надо то есть я как будто знал или чувствовал как минимум интуитивно зачем я это делаю то есть бывали такие моменты когда было просто общее направление ты не знаешь что делать грубо говоря конкретно но у тебя есть общее направление и благодаря этому общему направлению ты можешь куда-то двигаться то есть вообще в таких путешествиях очень важна цель какая-то вот тоже хотел спросить а был у тебя конкретно четкий план откуда и кун . . б как ты будешь передвигаться либо было просто направление там посмотрим вот в этом путешествие было примерное направление то есть где-то она была более конкретизирована по каким-то странам то есть например первая часть путешествия была более конкретизирована по каким-то странам поеду то есть ну там еще были и заграниц ограничения ну например в афганистан бы я тогда не поехал потому что туда кажется нужного еще виза и так далее то есть например в китай я сделал визу заранее за несколько месяцев до путешествия и благодаря этому были эти направления это направлением и было более четко например в штатах я кстати никогда не думал что в штатах окажусь то есть я планировал типа было бы классно попробовать визу получить если получится будет круто но это я не знал что это получится и когда это получилось это было таким своеобразным ключом к тому чтобы продолжить кругосветное путешествие потому что билеты например в южную америку стоили очень дорого на тот момент и я не мог себе позволить эти билеты купить а в штаты билеты были гораздо дешевле вот прям намного дешевле больше чем в два раза дешевле получить визу и полететь в штаты было прям дешевле и выглядело выполнимым я вот выбрал этот путь и он открыл мне грубо говоря можно сказать вторую часть моего путешествия тоже ты круга светку сделал судим от по твоим видосам сложно проследить весь путь может рассказать маршрут так вот как он был откуда и куда проходил то есть все страны сложно проследить не все снято тоже но начиная с моего города родного брянска я поехал на кавказ потом там грузия армения казахстан заехал назад в россию на озеро байкал потом китай гонконг потом азия добавили мы доехали потом оттуда поехали назад китай поехали в тибет тибет деда посмотрели там совсем чуть-чуть потому что там было закрыто потом а тайвань южная корея из южной кореи я вернул я бы владивосток приехал потому что мне нужно было сделать вижу визу в штатах и мне нужно было чтобы был русскоговорящий консул потому что у меня была сложная история как я получал визу мне нужно было убедить человека то есть я пробовал в таиланде получить и там отказали особо не получилось даже поговорить с консул потому что слабо разговаривают такие там было потому что я плохо говорю там кстати американец даже по моему был чувак то есть с гражданством сша по виду мне так показалось вот и мне нужен был консул который говорит на русском и вот такой был владивостоке и там все получилось хотя вот когда ты проехал от владивостока до москвы это в рамках этого кругосветки было лет отдельный трип вообще был это в рамках этой но это возвращение домой когда ты вернулся там ты уже проехал до уже после сша и латама правильно то есть на 3 и после этого как я получил визу тогда я полетел назад в южную корею там денег заработать потом в сша мексика южная америка и до самой ушла и доехал это если что крайняя точка в аргентине почти край земли вот это могло быть до завершения кругосветки еще но я еще хотел очень на товарниках по россии проехать и тогда я оттуда полетела в этот в южную корею потому что до билет был самый дешевый из чили полетел ну доехал до чили там вот и ты против корея потом когда россии доброго на самолете я прилетел в корею южную побыл там пару недель потусил и при я и прилетел на самолете таким коротким рейсом он час где-то во владивосток всего часто быть час или два ночи типа очень мало да и там начался твой trip о и потом я поехала получается да в обратку по россии с владивостока до москвы кстати ребят youtube считает к сожалению такой travel контент опасного и поэтому на ютубе сейчас его не найдете мы в описании оставим ссылки на бусте patreon или 90 контент есть в первозданном виде поэтому подписывайтесь становитесь фанатами например я конечно же подписан ссылочки будут в описании спасибо ну люди же должны видеть этот классный контент я реально очень кайфу от того что делаешь когда мы в интер сказали что ты путешествуешь так как многие мечтают на мужики точно но это было чисто правда искренне я бы хотел так проехать но это классно но это супер это круто я ведь но еще мне очень там захватывающие твои приключения на мотоцикле по латинской америки очень тоже хотел проект мы что проект поговорим собственно в латинской америки там есть чем поговорить теперь у меня хоть какой-то опыт есть что я могу с тобой обсудить потому что я смело твое путешествие я еще в латами не был ни одной стране окей все с планом поняли как твоя кругосветка выглядела знаешь я обычно не это особо не рассказываю потому что мне кажется это таким неинтересным типа описанием как я рассказываю как где ездил меня это интересно понять где ты был потому что ну ю тубе видны твои вот эти хайлайты когда ты на товарниках едешь да а в целом типа сколько ты проехал как это путешествие длиной в три года получается кругосветка было да и вот например мой блог начинается с последней части с последнего года по сути то есть последний год типа я снимал свои кругосветки а до этого два года почти они не сняты вот азии там нет уже у тебя нет у меня есть некоторые знаешь исходники которые я снимал но они не смонтированы и там такое все не очень это не такой экстремальная как последние года до кстати ну довольно можно сказать трешовая просто очень мало материала мы снимали не хватит на выпуск полную цену ну да она может быть я кстати хотел это смонтировать но что-то как-то не так и не дошел вот у тебя сейчас есть время мы будем ждать на патреоне на пусть хочу вернуться к вопросу как ты боролся с одиночеством вот когда ты вроде крутое путешествие там круто но наверно жить иногда волны одиночество они накатывают и как ты с этим боролся одна из вообще вещей почему я начал снимать это как раз таки чтобы поделиться и побороться с одиночеством то есть я когда с камерой общался я общался с не с камерой как будто бы с какими-то людьми то есть в целом когда это записывал я представлял что с кем-то говорю не с камерой что кто-то типа это смотрит хотя у меня тогда не было ни блога ничего я не вел вот но как-то это так было моей голове от этого становилось не так наверное скучно и не так одиноко то есть например у меня есть там момент когда я приезжаю на озеро по моему salt and sea где недалеко от лос-анджелеса но это есть в этом основном видосе когда там я рыбы нахожу с костями и вот я поехал на товарняке до этого долго короче да мне тогда было очень одиноко и вот в тот момент я помню я снимал и мне помогала именно ну то есть я остался один по сути посреди пустыни и ничего больше не было и вот уже темнеет закат я понимаю что я там останусь поночевать и никуда не смогу уехать и это довольно да одинокое чувство тогда я начался но тогда из подснял себя а потом вторая штука которая кстати помогает очень часто помогает это костер развести я не знаю почему огонь даже такое да всегда помогает то есть никогда один потом еще по штатам ездил я тоже разводил огонь он всегда как-то согревает я помню у меня был кусок хлеба я подумал охуительно типа у меня есть хлеб у меня есть костер можно поджарить и да и то есть я подумал все не так плохо в том смысле что у меня даже есть немного еды потому что но кроме хлеба мне не было никакой еды то что он у меня был было просто потрясающе на коне всегда добавляют кого-то уюта даже не костер даже свечка когда у тебя горит живой огонь не вот эти лампочки до софита реально ну вот да я не как это работает может быть из древности у нас мозгу от наших предков что огонь типа помогает выживать или что может быть что-то такое до продолжение этого до ответа я бы сказал что еще помогала просто с людьми пообщаться даже с попутчиками с которыми я ехал даже то что я плохо говорю на языке вот хоть как-то пообщаться в целом становилось проще и осознание момента что я делаю в моменте то есть там я ловлю машину и еду то есть вот именно понимание вот этого действия которое я делаю то есть она приземляла и ты находился наш в текущем состоянии у тебя есть цели ты двигаешься действуешь вот это еще ну да ты сказал что путешествие был план там по америке более детализированный к тому же куда ты хотел или нет кстати вообще особо не будет реализированным как-то спонтанно так получился еду допустим на юг либо на север ну знаешь как он получился на самом деле я поехал когда на товарняк запрыгнул товарняк на север поехал я замерз очень а я хотел согреться я поехал на юг то есть я поехала во флориду я добрался поехал во флориду автостопом там другая есть история там одна девочка мне помогла которая кстати тоже вокруг света объехала ханна и зовут она была довольно известна в то время хана африка был такой никнейм скажем так и она вписала она сказала короче суть в том что я не мог автостопом никуда уехать я где брали просто не основной брали да и полиция меня увозила со станции полиция меня как-то знаешь я как-то стоплю она останавливается сажает меня в тачку надевает нам на руки мне по-моему не надели наручники короче сажать в тачку куда-то едет и увозит меня в ебеня это выбрасывает да и горит выходе не штрафует ничего не не играет у выходи и чтобы ты не заебал на дороге их на их участке да чтоб я не заебал на дороге вот я такой ну ахуеть теперь вот и я по-моему тогда в инсте писал про свои приключения но у меня особо никто не читал но наверное просто люди из комьюнити путешественников я предполагаю что может и кто-то пост кинул или типа того в общем суть в том что она в своей жизни была в похожей ситуации не может уехать никуда достряла штатах и она мне купила билет на самолет во флориду сказала слушай я была в такой же ситуации как ты типа стремно вот и она мне купила круче билет а с какого города пыталась уехать во флориду балтимор балтимор а я смотрел недавно твой там золотим джаз неоны как да такой трешовый выпуск немного на прикольный шоу и там еще много не вошел я представляю там где предлагали в макдональдсе а когда я отказался чувак говорит суши ну раз ты не хочешь типа может будешь здесь посуду мыть в макдональдсе я буду себе часть заработка твоего забирать но я договорюсь что ты здесь будешь типа посуду мыть все он меня на план устраивает под процент местные бомж предприниматель это не бомж был это какой-то это пацан но типа не пацан но такой как я и в этом выпуске видео где там там стоял на улице там курил с дилерами вообще так подснимал как-то еще стрёмные типы океа про американцы прям которые ну как бы если бы не камеру виде они могли бы не знаете просто на перо посадить просто и все такие стрёмные ребята прям ну вот это было стрёмно мне снимать знаешь еще тогда я же я сейчас довольно бесстрашно снимаю грубо говоря если ты там смотрел тихо ну я там снял как чуваки вот я на пляже в тихоне снял как чуваки домкратом раздвигают стену на границе соединенными штатами вот прямо группировка да да тип стоит просто не снимай да то есть вот тогда я такое бы не смог снять а сейчас за счет опыта я такой снимаем пофиг ты понимаешь где может где жарко уже будет да где реально могут просто убить за это а где как бы ну ты чувствуешь что ну да вряд ли в этой обстановке этот чувак судя по его поведению прям выстрелит в тебя например да это что он занят очень сильно то есть он так сильно сконцентрирован на том что он делает ему как бы не до меня быстренько подсоять можно понятно если там вы что и 20 минут он позвонит корешам и тебя уработают а там кореша потом ко мне подходили подходили ты видео сказал что вроде тебе там удалось уйти спокойно но но удалось уйти еще потому что были русскоязычные ребята они вокруг меня стояли блять потом они сказали давай мы с тобой дойдем туда пройдем наверх где такси вызвать ну то есть они увидели что со мной еще ребят много и подошли какие-то чуваки из картеля подходили да они спрашивали типа чё ты снимал зачем тебе и зачем я говорю играть снимал типа стену снимал чувака я говорю не я чувака не снимал блять только что при них блять снял чувака но не такие не сильно одаренные этому мне знаешь может быть не то что я думаю они все поняли просто у них этот спецоперация в разгаре потому что это все еще продолжалось они переводили мигрантов там семья переходила не пролезали сквозь прутья не раздвигали бы надо было их переправить просто нас трем и стояли там были смотрящие то есть знаю что они сделали они так не попадали от стены стали и короче попросили тех кто на пляже показали так чтобы не снимали тем людям которые на пляже туристы они сразу начали снимать на телефон и они типа такие уберите камеры эти все камеры убрали вот и потом они ко мне подходили но я короче короче я думаю что они не сари не успели сориентироваться вот из-за такой плотности событий возможно проведи я там больше времени они бы как-то либо к ну в лучшем случае камеру бы забрали просто себе просто скроли давай может вполне могли и типа лучшим слугу да могли ну про тихуана вообще там отдельную историю мы стоит поспрашивать и и вот говоря про этих чуваков с бара тогда короче я был неопытный да я вот так вот подснимал а как ты у тебя какая камера black magic это огромный в руках было что ли ты из гопрохи снимал так вот тогда я снимал с гопрохи вы можете если я разрешит этот кадр вы видим чтобы показать как он снимал и там на реально стрёмные типы а там красная горит либо ты его это я отключил индикаторы а там можно да не обязательно и ножом да 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 там это можно по моему на той версии это гупро 4 session можно включить индикаторы мне кажется ну да это можно в перчатку как-то взять ее в черную там или уже типов на границе я снимал на black magic и знаешь здесь двоякая штука на самом деле я думаю это мне тоже помогло потому что они видят что чувак с профессиональной камерой они думают это не просто какой-то чел да рандомный снимает скорее всего это чел с телека да и белый вместо журналиста просто можно замочить а белого весит и ну что ты ему сделаешь может быть кипиш они не хотят проблем с белым журналистом да и то есть вот это еще и мне позволяло быстро сориентироваться тоже то есть может я какой-то серьезный чел и они сейчас если меня загасят то будут проблемы какие-то у старших проблемы а значит проблема будут у них типа там ну да их тоже загасе руки слушай а вот а папа попутчиков ты говорил вот расскажи про каких-нибудь давай топ-3 попутчика которых ты встретил и подумал да ну нахер вот это чувак либо кто был яркий тебе запомнился прям до сих пор как самый яркий это сша когда я гонял уже с ника я там поехала на товарнике и я ночью еду короче лакомая забрался в локомотив грузового поезда я помню ты снимал оттуда надо я еду знаешь типа у меня вообще все там по кайфу ем скитал сижу на кресле по моему шлисты да 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 окна тонированные меня не видно снаружи потому что еще ночь и короче еду кайфую в какой-то момент срабатывать сигнализация поезд останавливают стоим пару часов я из поезда выхожу типа на случай если они пойдут локомотив проверять но никто не приходит в итоге сигнализацию отключают мы и дальше едем я такой типа чё за хрень а я еще смотрел на поезд в это время и кто-то шевелился вдоль состава и такой ну там наверно машинисты может тормозная магистраль разъединилась может они что-то поправляют едем дальше через какое-то время тоже останавливать на станции смены бригад я слышу дверь локомотив открывается и чувак такой просто сам собой разговаривает такой вид или не сам собой но в общем он ведь я должен убраться отсюда я здесь нахуй замерзну к хуям собачим просто рандомный тип был да ну я такой ты типа тоже путешествие типа тоже путешествуешь он такой да 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 я такой ну вот возьми воды попейте он залетел к тебе в кабину то 5 кабину залез и он туда за да и он был на нервяках короче что этом поймают что-то такое где-то закроют и в общем было с ним стремновато ехать то есть потом мы легли то есть он вообще мне незнакомый чувак и он постоянно знаешь параноил типа я сижу на кресле еду а он мне говорит слезть с кресла типа нас сейчас увидят снаружи а там окна тонированные локомотива нас никто не увидит или там машина едет рядом недалеко по шоссе это наверное типа лица полиция железом есть полиция на железной дороги да есть такая он типа это они это просто машина едет вот и он короче сильно параноил но в чем-то может был какой-то суши мне не показалось просто мне кажется с приветом своим может реально боялся я не знаю я не знаю почему и в итоге но мы легли спать и я лег спать на пол и он там рядом со мной мы вот так вот лет спали я такой думал пронет у меня ножом нет в общем просыпался постоянно хреновый был сон у меня вот и под утро мы с ним распрощались вот и я ушел у меня есть видосе этот момент да я кстати вспомню это я тогда смотрел в те времена когда еще выходили просто помню этот момент как ты ешь кабинет какие еще были прикольные чуваки были прикольны чтобы хоботом его дружбан вот эти ну тогда я плохо говорил на языке и плохо их понимал особенно хоботом а он потому что плохо говорил знаешь проглатывал очень много из того что он говорил они там пытались травы что-то вырубить как-то денег подзаработать в общем я с ними тусовался в итоге хоботом нам говорит я один здесь чел который знает где станция сейчас типа вы без меня никуда не сможете пойти это кстати в альпаса было прям там граница с мексикой и мы такие я такой у меня у нас карта есть короче в итоге он повел нас на станцию и нас привел в тупик на тупиковую станцию я там сидела и мне пришлось какое-то время им обоим доказывать что с этой станции ничего не уедет тупиковая станция отстойник вагонов что они перепутали он говорил что он уже ездит очень долго на товарниках он точно знает короче в итоге мы пошли на другую станцию и оттуда я уже уехал этого видосе нет видосе выглядит все как будто бы он нас приводит на станцию и мы едем но по факту ну все было по-другому ну короче с ними было чем прикольно это был по сути мой первый опыт взаимодействия с такими чуваками один из первых который так путешествует на товарниках поэтому было прикольненько так знаешь они так выглядели киношно тебя был еще чувак в выпуске скрипач по моему который сидел на чем-то на героинь это не кабыла то с ним у меня получился то есть вот это все что про что все про что я рассказывал выше это просто чуваки которых я встретил там немного времени с ними побыл мы расстались с нико мы путешествовали долго типа несколько недель и да он к сожалению было зависимый но он в путешествие там при этом адекватно себе он не употреблял в путешествии и он мне сказал на второй день нашего знакомства что она употребляет но типа он сказал я сейчас не употребляю я в завязке и он правда не употреблял то есть мы с ним ездили он не употреблял он знаешь когда употребил когда мы приехали в портленд это его родной город из которого он уехал и он такой типа сорвался и пошел там купил и до употреблял короче вообще много людей которые путешествуют таким способом ты встречал там наркозависимых об этом алкозависимых но про кого я могу сказать точно это ника вот ну то есть это не какая-то системная штука что там маргинальная публика там там делать совершенно какая-то плохом смысле маргинальными да слушай вот например бездомные в основном они могут на чем-то сидеть потому что у них им нужно как-то выносить жизнь на улице она довольно суровая и тяжелая дефамин нужен какой-то нужно знаешь вот например я когда путешествовал я не понимал почему люди могут спать на обочине дороги типа шума находят люди неприветливо а когда ты употребляешь что-то тебе уже все равно это способ твой справиться с реальностью с твоими проблемами которые у тебя есть один из самых легких способов то есть ну конечно он приводит как правило к смерти вот и например ника он что ему помогала с зависимостью бороться так это то что он путешествовал на товарниках он нашел другое что-то что может ему помочь с этим справляться и она помогала вот а когда он вернулся к себе в портвенд он как бы рутину попал в знакомое место знал он знал там у кого купить дилеров всегда туда например кстати на мне негде было ночевать он звонил своему отцу но отец не пустил короче нас ночевать кстати в итоге мы хотели где-то на улице ночевать в итоге подписчик один из подписчиков моих нам отеля платил на сначала на один день или на два потом еще продлил и вот мы там жили какое-то время меня 4 или 5 кайф интересная история за что хотел спросить а в чем разница в путешествие на товарниках по россии америки и вот северной сша да и латинской америки в чем принципиально отличие вот между странами но главное отличие например в электрификации она в россии есть почти transit transit электрифицирован здесь в этом плане проще потому что ты едешь нет никаких проводов и соответственно безопаснее то есть у нас электровозы да в россии да но есть тепловозы но не на всех ветках плюс но отношения тоже например в россии охрана относится так сша так в мексике по-другому вот чем разница но например в россии могут и отпустить спокойно и в целом она такая я бы сказал дружелюбная ну как сказать они конечно выполняют свою работу там гонятся за тобой и так далее но с ними можно поговорить и нас были такие случаи когда нас просто там отпускали типа спросят вы же не грабили вагон ты лишь нет просто путешествие всего типа есть знаешь стратегические объекты типа туннелей которые охраняют уже более такие их более серьезно охраняют и например на части маршрута через transit есть место где много туннелей вот там нас как-то приняли и нас там сдали в полицию и полиция там как это стандартно происходит тебя обыскивают где-то четыре часа выписывают штраф и отпускают штраф небольшой там на тот момент был от 100 до 500 рублей сейчас повысили их но это не миллион рублей тысячи до пяти что ли то есть например в сша в зависимости от штата тебя даже где-то могут посадить закрыть не какое-то время но это там недели какие-то да такие несколько недель до неделя или несколько недель в мексике там но по большей части там есть места где именно охрана лютуют то есть где она всех снимает с поезда но она как правило просто снимает она не обыскивает ничего такое хотя нас с ильей как-то обыскивали но это потому что был случай исключительный нам и нас было двое и мы ехали противопоем то есть там есть поток мигрантов обычно это охрана лютуют и снимает всех мигрантов вот а когда ты выбиваешься из общей колеи то есть ты едешь не по маршруту мигрантов обратную сторону из юга на север до севера на юг на так мы ехали с ильей еще вдвоем как-то странно и ты прячешься потому что у нас такой стиль был что мы прятались и пытаясь убежать потому что мигранты не всегда пытаются убежать особенно когда их много вот и с ними еще женщин то могут быть идеи не все могут бежать на да и для них это может я так предполагаю быть немного в новинку они так ну вот нас обыскали один раз так обычно просто спрашивает удостоверение почему мы на товарниках едем их интересует для них странно вот и там например отпускают вот где-то могут даже помогать где-то охрана мы при охране залазили они даже нам помогали мы у них там вот типа будки охраны был было такое место мы там вещи наши оставили чтобы сходить покушать купить вот но все зависит от людей очень сильно а вот бразилии мы как-то ехали в нас стреляли чего на стреляли с оружия это и на товарнике ехал в бразилии да ну-ка расскажи эту историю это что-то такое там мало железных дорог бразилии но есть несколько веток и мы поехали это ветка недалеко от сан-палу мы пришли на станции запрыгнули на товарняк и короче нас заметили что мы там не было места удобного где ехать это были хопперы негде было спрятаться такой тип вагонов еще он был новый для меня я не знал где прятаться но в целом там негде и поэтому мы на крышу вылезли и легли и нас заметили на станции вышел чувак охранник из будки нас как раз заметил и потом дальше поезд остановили и со стороны кабины кто-то бежал и я услышал звуки выстрелов то есть мы спустились с крыши мы видим кто-то бежит и мы такие убегать я слышу такие выстрелы вот но я надеюсь чувак не в нас целился просто в воздух стрелял и мы в итоге убежали в джунгли и сидели в джунглях типа не час где-то может меньше пока поезд не уехал и потом мы кстати ждали там в этих джунглях еще несколько часов и уехали на следующем который с этой же станции выехал мы на запрыгнули на него и поехали тоже на крыше поехали на крыше поехали было уже темнело то есть нас бы особо никто не увидел и это поезд уже выехал со станции там джунгли начинались то есть там тебя уже не заметят а там такая петля со станции большая на которой они очень медленно едут видишь наша ошибка его в том что мы запрыгивали на станции но я не знал что там на той петле тогда они едут очень медленно и там легко спали на да и и что нет места где спрятаться то есть из-за этого такая ситуация вышла все это был первый раз когда мы в бразилии ехали но и после этого мы больше не ездили да ну нафиг да если там сразу стреляют чуваки ну да и и бразилии это одна из тех стран где в целом я попадал в перестрелку то есть до этого до этой ситуации мы были в фавеле и попали в перестрелку то есть там началась стрельба прямо на улице когда мы этом гуляли это это в сент-паула было это было в рио-де-жанейро моя когда был в рио у меня тоже такое скажем так очковое ощущение было ты в этом городе чувствуешь себя ну неспокойно от ищет бонес айреса всегда какой-то есть вайп такой ну напряга вот рио он такой никак на картинка когда туда приезжаешь до копа кабан этот пляж да ну как только ты хочешь чуть-чуть не знаю я как-то нутром чувствую что типа что-то не так всегда может я на стрёме сильно был но видишь оказывается не совсем беспощны были мои подозрения там так и есть то есть там грабят тоже заходом солнца по крайней мере так было когда я там был сейчас я не знаю какова ситуация у них ну то есть вы просто пошли фавелу пошли в фавелу до прогуляться вы за возвращались уже назад и вдруг такие хлопки начались но выстрелы а я не понял я до этого никогда не слышал вот в живую звука выстрела я не понял что происходит 0 все люди которые были на улице они резко побежали то есть все ты сразу понял что происходит я даже не то что понял меня почему-то тело сделало то же самое то есть я сделал все то же самое что сделали другие и через несколько секунд обнаружил что мы оказались в каком-то магазинчике там туалет и мы типа кроме нас еще были люди и мы типа в магазине в туалете находимся типа прячемся от выстрелов потом короче туда спецназ заходил бразильский прям с автоматами знаешь как в кино шли и прочесывали это пока ты там был то есть ты не смог выйти пока спецназ не зашел да да мы не смогли выйти то есть мы там перестрелка закончилась мы там еще какое-то время были в туалете потом вроде прошло уже какое-то время и люди начали уже выходить сначала не так очень опасливо знаешь перебежками вот выходили там кто-то оказалось так что кто-то был с детьми и дети оказались на другой например стороне улицы и люди своих детей типа бегали хватали вот и мы куда вот более-менее улеглось еще спецназ не заходил и мы такие ну пойдемте прямых ну люди уже начали так по чуть-чуть ходить и мы такие тоже пошли и мы пошли вниз там же один только вход в фавели и выход и мы идем и нам навстречу идут короче но спецназовцы вертолет тоже подняли вот чего не вам сказали типа уходите ничего не сказали просто просто молча шли и типа стояли в такой своей формации знаешь тогда как раньше клином свиньей стояли рыцари они типа пасли все что вокруг происходит чтобы никто со стороны в них не начал стрелять я был в рио фавели россии она такая цивилизованная знаешь наверное самая большая туда экскурсии водят но мы просто на тачке заехали ну тоже тачка тонированная куча проводов многоуровневая она ну она более-менее цивильная гряжь даже беда пришел один днем днем там они как-то с правительством работают там полиция есть стоит полиция то есть они она цивилизованная скажем так есть туда куда не ездит а есть цивилизованная и там выглядело конечно тону стремновато где-то как трущобы но в целом ну как бы нормально суши мы были тоже в той фавели в которой ходят и туристы то есть это было не стремно а это была как бы такая цивильная грубо говоря и там замес начался такое да именно когда мы туда пошли дальше хочу пару вопросов про товарники спросить сложно ли вот физически путешествовать на товарниках должна быть физух какая-то прям выдающиеся либо сложно сложно очень сложно я бы даже знаешь сказал с какой страны ты утомляешься то есть ты должен быть очень выносливым то есть какие-то штуки как типа залезть на товарняк они не сложные или даже на небольшой скорости дайнат не сложной но там очень много с этим связанных других движений то есть например ты можешь не знать когда товарняк уезжает и ты на него запрыгиваешь а потом он например может быть такое что ты еще что он маневры не закончил и у тебя нет никакого способа узнать когда он закончил маневры и каждый раз когда он отправляется это может ну это может он либо отправляться либо все еще маневры проводить и ты каждый раз например из украины выпрыгиваешь бежишь запрыгиваешь потом спрыгиваешь возвращаешься потому что он пойдет в ту зону где есть охрана потому что до отношения как бы будет возвращаться заезжать на станцию те туда не надо тебя надо дождаться к нам будет выезжать и ты это очень много раз можешь делать и ты это тебя утомляет с рюкзаком тоже надо это еще с рюкзаком плюс ты можешь идти до станции много или там вода может кончиться или условия климатические могут быть и не самые простые например пустыня какая-то ты едешь плюс 40 и ты не можешь прыгнуть он едет там писать метров часа листона и тебе очень жарко и тебя нужно как бы до конца доехать и главное что это не длится один день или два то есть путешествие на товарняках это как правило но неделя или больше если ну если такое путешествие ты спланировал маршрут куда-то едешь типа такое каноническое путешествие как бы я назвал это то что продолжается долго и тебе нужно выносливость на весь этот период а если это продолжается в условиях ограниченных ресурсов когда ты например путешествуешь у тебя нет денег да это еще намного сложнее недостаток еды недостаток качества еды да да ночлег некачественный ты не высыпаешься значит у тебя измотан организм тебе надо бежать за товарняком плюс 40 спать на и например у нас есть что-то типа правил чего стоит избегать например запрыгивать на товарняк на ходу если ты например какое-то время уже плохо спал или не отдыхал то есть это факторы риска которые могут привести какой-то травме и вот у нас прямо есть это как правило то есть то это то что осознается в процессе что вот мы сейчас уставшие это ворняк будет ехать быстро или например дождь еще прошел будет скользко и если мы это будем делать это будет гораздо опаснее чем обычно и типа например мы можем выбрать не делать этого мы можем выбрать именно отдохнуть вот есть возможность такая не всегда она есть просто какие еще есть правила которым стоит следовать еще правило например трех опор держаться чтобы тебя всегда было три опоры проверять обязательно стараться это не всегда возможно поручни потому что они могут оторваться и лесенки когда ты лезешь гнилые просто быть уже на вагоне например да но в россии такого много не то что много там просто так вагоны устроены что там ручки сбоку и у них есть они повреждаются когда вагоны загружают и они могут отрываться и так далее то есть это не то что за ними не следят вот просто ну вот так система это устроено но она не предназначена тоже чтобы там ездили люди вместе с вот и но фактор риска например еще обязательно если это бокс кардио дверка закрывающиеся сбоку как теле да она когда поезд тормозит по инерции может закрыться или захлопнуться если ты например ноги у тебя свисают мы вы можете ноги прищемить или тебя прищемить это она тяжелая очень может сломать ноги на да она очень тяжелая то есть ты обязательно подпираешь ее чем-то еще такие правила чтобы у тебя ничего не свисала с рюкзака потому что это может куда-то попасть ты за на зацепишься ты прикинь спрыгиваешь у тебя что-то зацепилась поехал надо у меня было такое у меня это есть видео я спрыгнул но у меня оторвалась лямка то есть у меня я видел это давно я видел этот момент да вот такого рода правила еще есть какие то сейчас может все не вспомню но это прям здравое ничего не болталась многие эти правила не добавляются тоже после каких-то случаев ты можешь некоторые не знать до какого-то определенного момента потом например узнаешь либо из опыта либо тебя кто-то говорит да видит что ты делаешь мне не делай так был такой кейс да и у нас на самом деле даже есть pdf к где правила эти записаны да и раньше она была в общем доступе на ее заблокировали у тебя в патреоне на есть по-моему нет она либо в контакте она точно была как статья может быть в телеграме я сейчас не помню давно мы очень выкладывались найдешь телеграме с этим и ссылочку на телеграм или оставим в описании подписывайтесь там годная инфа на она стоит сказать что все-таки то путешествие на товарниках опасно опасно на суша до сих пор можно путешествовать вот прошло сколько семнадцатый год три там 7 лет практически все еще реально так путешествовать как ты путешествовали бы там законы поменялись правила охрану поставили тут общаешься с ребятами которые гоняли на товарниках реально то есть все принципе то же самое можно да везде можно не захочешь россии например из-за политической ситуации да например может может могут быть проблемы потому что диверсии устраивают да и там повышенная охрана сейчас и могут просто но кошмарить очень долго все поймают почему-то здесь иди да да то есть из-за этого опасно поэтому ребята все кто-то хочет попробовать товарники к вашим услугам сша мексика но не бразилия и в россии тоже но лучше с кем-то кто когда-нибудь уже это делал и знаю технику безопасности вообще например сша комьюнити больше людей которые путешествуют и у них есть тоже техника безопасности и у них вообще один из пунктов в этой технике что никогда не ездить и не начинать ездить одному если у тебя нет опыта обязательно найти кого-то у кого есть опыт как найти если какие-то форумы чаты там они на реддите в основном собираются там есть трет на реддите для бродяг но для людей которые так путешествуют в основном люди там пишут что вот ищу попутчика но на самом деле по факту как находит это отправляется путешествие например автостопом или как-то еще вот таким образом приближенным к этому и в пути уже знакомиться с людьми которые это пробовали которые так ездили и вот так вот то есть в реальности это происходит так то есть например ника с которыми путешествовал он так начал путешествовать на поездах он там сначала автостопом поехал а потом какой-то момент встретил чувака который знал как ездить на товарниках и он с ним поехал не научился у него потом сам уже начал солода ну да слушай по-любому тебя куча крутых историй расскажи парочку когда тебя могли грохнуть либо чем еще и того хуже но ты удалось этого избежать просто сидишь здесь просто был на волосок от смерть знаешь все эти ситуации основном связаны с бытовыми какими-то вещами том смысле что почти все разы когда я мог помереть это вот авария например на мотоцикле авария на машине авария мы еще попадали в аварию ну инциденту на дороге когда нашу машину закрутила в россии на севере был момент когда чуть не сгорел в спальнике как-то как-то было зима и мы костер очень большой жгли и там почва где мы жгли костер была такая торфяная нас начала прогорать и под утро до меня добралась и у меня спальник загорелся вот но на самом деле быстро довольно выбрался ну не обжегся ничего успел здесь по-моему что-то типа ожога есть или вот легко отскочил можно сказать да и меня на руку упала короче горящая вот спальник синтетический был горящий такая пластмасса пластик капает который течет но мне повезло на теле нет никаких ожогов хотя спальники прогорели до моей спины там у меня была из хлопка такая одежда толстая плавится да она 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 почернела но она не горела никак не короче успел быстро выбраться ну да не разводите костер около спальников плюс была ситуация когда мы на каяках амурский залив владивостоке пытались переплыть и там он оказался дырявый но мы его арендовали дырявый каяк да он был дырявый мы короче почти переплыли весь залив и он начал переворачиваться каяк тонуть а вода была ледяная и мы чуть не замерзли физически я мог думаю доплыть до берега вплавь но было очень холодно зима было внутри 8 8 в итоге нас рыбаки спасли вызывали на помощь кричали да мы в какой-то момент начали кричать помогите если честно обессилели очень сильно то есть мы в какой-то момент кричали нас уже почти не оставалось сил но потому что мы за не замерзали и кричать оказывается тоже нужно много силы на то чтобы кричи связки садятся быстро да но дать нам повезло хорошо рыбаки до подоспели не факт чтобы вы в холодной воде доплыли на в одежде тем более хорошо что они подоспели и знаешь там и был еще дедушка который нас увидел и он на какой-то своей маленькой лодке поплыл к нам там и потом уже узнали его не было видно с того места где мы были она спасли чуваки они катер сбросили на воду большой рыбацкий катер из гаража прямо сбросили и на моторе до нас доплыли и вытащили фартанула 2 дни рождения было такое что тебе угрожали люди какие-то то есть не то что природные явления либо вот как какие у тебя была авария в колумбии даже есть видос по моему есть еще на ютубе проварив колумбии не удалили есть и за мы оставим ссылочку тоже в описании на монтаж где-то на мотоцикле упал ну и жесткая авария которого там была последняя это ну тут тут как бы там что-то просто водитель там ну виноват а когда кто-нибудь прям угрожали какие-то типы либо стрёмно было ты вот едешь с кем-то там не знаю с попутчиком каким-то и ты понимаешь что чувак стрёмной прям чувствуешь наш по спине типа что что-то не то прям именно настолько не было то есть было знаешь случай то что эти рассказывал локомотиве когда ехал с чуваком но больше особо не было были например не не с попутчиками просто там пересечения например с картелем с ребятами с картель вот расскажи вот это интересно как ты пересекся с картелем мы ехали нам короче нужно выполнять через территорию картеля в мексике в мексике да кстати я там уже ездил с ильей мы есть ехать ездили там без предварительной договоренности с картелем на товарники выездили до этого да несколько лет назад но в этот раз нам нужно было проехать через их территорию и там вообще никто не ехал ни мигранты не ехали никто что обычно хотя бы там мигрантов можно встретить нам изначально с чуваком казалось что странно что здесь нет мигрантов и потом до нас стали доходить ну, типа, мы спрашивали людей, которые с той страны приезжали, а что там, почему нет мигрантов, и, в общем, у нас стало доходить, что там всё контролирует картель, но мы знали, что он контролирует, но, видимо, они как-то жёстко там взялись, и люди предпочитают это место объезжать. А что за картель? Синалола. Ой, это один из самых жёстких же картелей. Да, и, в общем, так случилось, что моего попутчика, знакомый, живёт в Кулякане. Кулякан — это столица картеля Синалола, и он рисует граффити. И он, короче, мерч рисует картелю. Разные граффити для них, или делает дизайн каких-то таких брелочков для них. Свой человек, в общем, да? Ну, не то, что свой, но такой вот знает выходы. И мы спросили его, может ли он спросить у картеля, если мы проедем через их территорию. Они сказали да. Единственное, что надо будет сказать, на каком поезде мы туда прибываем, на станцию, и чтобы они нас могли досмотреть, то есть, что они нас обыщут, досмотрят, и всё будет окей. И мы, когда запрыгнули на товарняк, так выходило по таймингу, что мы ночью туда должны были приехать. И мы с Пабло, Пабло так звали, зовут моего попутчика, звали тогда, да. Он, мы с ним решили, что, типа, нет, это как-то слишком опасно. Вот. И мы не поехали. Но на товарняке, то есть, не поехали. То есть, мы на предыдущей, на станции предыдущей спрыгнули с товарняка и на автобус сели. Но нам всё равно нужно было прийти на станцию в Кулиакане, потому что Пабло, он проект про мигрантов создаёт, и он граффити рисует по всей Мексике. Там, иммигранты с Вальентес, он пишет, смелые иммигранты, в переводе с испанского. И он хотел там этот, это граффити нарисовать на станции. И мы спрашивали, в том числе у картеля, про то, чтобы можно, можно ли это граффити нарисовать такое там. И они разрешили. В общем, в итоге мы всё равно пошли на эту станцию днём. И вот эти ребята туда приехали, то есть, приехали на пикапе. Один чувак сначала на мотоцикле приехал, потом пикап подъехал ещё с пацанчиками. И у них было оружие, то есть, пистолет за поясом. И это были пацаны, им было лет на вид 16-18. Но выглядели стрёмно, типа, они, да? Ну, по сути, такие подростки, но с оружием. И вообще в картелях обычно все такие поручения мелкие выполняют подростки. Вот, и они как бы стояли с нами почти всё время, пока Пабло рисовал граффити, и другие чуваки тоже рисовали граффити. Наблюдали там, общались мы вместе. Вообще стрёмно было там? То есть, ты прямо чувствуешь угрозу, что эти чуваки, если ты что-то не так сделаешь, просто могут тебя шлёпнуть там же за углом на станции? Ну да, стрёмно. Было понятно, что ты не знаешь, чего ожидать. И в целом это зависит от них, а не от тебя. Как будто, знаешь, у них была эта сила, но она была дана им картелям. То есть, по сути, просто пацанчики, но из-за того, что они в картеле, они уже не просто пацанчики, они члены этого картеля, у них есть оружие, и есть поручения. На этой станции они загружали наркотики в поезда, чтобы дальше их везти. Либо это, естественно, вживую не видели, как бы. Я не видел, а вживую, но это было рядом. Я у чувака рация на поясе висела. А это слышал, да, понимал даже. Да, они говорили, типа, в такой-то поезд загружено столько килограмм, и так далее. Жёстко. Ну да, это довольно жёстко. Да, но снимать это, естественно, вообще просто на самоубийство будет. Там сразу как бы пулю получше. У меня был Blackmagic с собой, но я их не снимал. У меня была потом идея вернуться, официально договориться, да, и чтобы поснимать именно картель. Может, даже их операции или их чуваков с картеля, которые... Такое, блин, да, тоже. Придёшь договариваться, типа, скажешь, ну, журналюга ещё какой-то, да, давайте как бы не будем договариваться, грохнем его просто, и всё. Но у них есть какое-то такое своеобразное тщеславие. И в целом, знаешь, иногда они делают популистские такие акции, типа, раздают. Бедным во время ковида они раздавали какие-то средства там в помощь. Да, маски, воду, еду, да. И говорили, вот, типа, правительство не помогает, а мы помогаем. Но при этом они... Короче, так себе помощь, учитывая, чем они занимаются, и сколько людей из-за этого в итоге погибает. Ну, окей. Ну, ты там хорошо дальше отскочил, вы дальше уехали тоже. Дальше мы попросили их остановить для нас поезд грузовой. В смысле остановить поезд? Ну, вот поезд через станцию проезжает. Они могут остановить? Ну... Да, они остановили поезд нам грузовой. Они связались с машинистом, сказали, чтобы он остановился. На поезде охрана ехала, частная, вооруженная охрана. И они ничего не делали. То есть... То есть они сказали, эти парни сядут, типа, остановитесь? Они... Знаешь, как это было? Мы запрыгнули в их пикап, подъезжал поезд, поезд сильно снизил скорость, такую, что ты пешком на него сядешь. Вот прям очень медленно едет. Мы спрыгнули с этого пикапа и залезли на поезд, на соседнем вагоне охрана ехала. Я на все это видела. И, ну, они ничего не делали. На станции тоже была охрана. То есть, когда мы граффити рисовали, на станции была охрана. В смысле, ЖД, правительственная, официальная, типа, охрана, не картелях. Ну, частная охрана какая-то, да. То есть не картель, а частная охрана от железнодорожной компании. И они, соответственно, тоже ничего не делали. А на следующей станции был пост Национальной гвардии Мексики. Вот следующая станция, сколько там, километров 200, там пост Национальной гвардии. То есть эпично перемешанная Национальная гвардия, а тут картель просто орудует через 200 минут. Да, и, ну, не знаю, я не думаю, что Национальная гвардия в неведении там находится. Там вообще все перемешано в Мексике, мне кажется, сложная ситуация. Кто что контролирует. Я знаю, у тебя была еще история такая жесткая в Бразилии, где тебя прессовали менты прям жестко. Да, да, жестко прессовали, кстати. Со что? Что ты сделал такое? По-моему, ты снимала или что-то такое? Это была, в общем, знаешь где? Река Амазонка, там есть очень знаменитое место, что-то типа такого золотого треугольника, там три границы сходятся. Бразилия, Перу и Колумбия. И по реке Амазонки часто нелегально сплавляют вот к Атлантическому океану наркотики. Понятно, что оно. Да. И в общем, мы там садились на паром и его, перед тем, как на него сесть, всех проверяли. Багаж с собаками и так далее. И нас тоже проверяли. Вот. По-моему, у одного из нас у чувака была трава. Точнее, даже не то, что у него была трава. У него в какой-то момент была с собой трава и он ее то ли скури, в общем, запах травы на его рюкзаке остался. Ну она не выветривается долго. И собаки. Да, и собака почувствовала это. Короче, его начали досматривать и нас тоже. Ну всех там в целом всех досматривали. типа давайте всех посмотрим, вот эта история начинается. И я это начал снимать. Ну, во-первых, потому что я снимаю блог в целом. Я тогда на Амазонке снимал, как мы к Шаману ездили и так далее. Я такой, ну, это часть контента надо поснимать. Во-вторых, чтобы беспредела не было тоже. Ну и полиция это очень мне понравилось. И они такие решили залупиться, да. Такие мне говорят, пойдём, у тебя будет дополнительный досмотр в толчке. Типа раздевайся, тебя будем сейчас досматривать. Я говорю, типа нет, нихуя. В общем, отказался. И тогда они меня затолкали в полицейскую машину. Наручники надели? Да, надели наручники, затолкали в полицейскую машину. Ну вот я там находился и в какой-то момент чувак туда, знаешь, руку просунул, мент с баллончиком перцовым. А там закрытое пространство в машине и перцовкой. У этого УАЗика сзади вот эта, типа, каталажка такая. Вот такая же там, да, типа, такой пикап был. И он, короче, туда перцовкой, ну, прямо мне в лицо залил. Я не ожидал этого в целом, ну. Типа, ты же не буянил ничего, с чего тебя так. Нет, я вот после этого начал буянить. Я вот после этого начал орать стучать, прыгать в машине и своим друзьям давал знать, что типа, хуйня какая-то происходит. И как это закончилось? Меня отвезли в участок, вот. Я ещё очень долго, много часов не мог даже глаза открыть. У меня всё лицо было... Перец жёсткая тема. Но это был пиздец, вот. И в итоге мои друзья меня нашли, куда меня отвезли, приехали туда и начали устраивать скандал. А у нас среди ребят ещё были Лена была, например, она журналист. Она работала как правозащитница. И в общем они поняли, что мы не то, чтобы просто даже путешественники, а вот какие-то слишком, блядь, странные путешественники, типа, до хера залупаемся. Вот. И они нас отпустили. В итоге они отпустили и сказали, что никаких бумаг не будут давать о задержании. Мы очень долго пытались эти бумаги взять у них, чтобы можно было что-то предъявить. Но в итоге они нас выгнали силой из полицейского участка, просто вытолкали. И всё. На этом закончилось, да? Ну, на этом закончилось. Стоит просидел? Ну, типа, день. Световой день. То есть, с утра до вечера. Да. У меня была аналогичная эта история на Бали. Было 14-й год, я был молодой, в общем, было, наверное, 5 утра. И мы поехали на пляж покататься на байках. У меня был ну, красач, по Макавасаге какой-то, не помню, сколько там. Ну, смысл в том, что мы купались в бассейне. Вот, я просто поехал в трусах, вот, в трусах, сел на байках, вот, и поехал. И там есть в Семеннике, раньше Семьяк был лакшери-местом, ну, сейчас, наверное, такое. Сейчас в Чингутом хайпят. Ну, в общем, есть клуб Potato Head, вот этот, на пляже, который крутой. В 5 утра, в общем, а там такая есть лестница вниз, ну, в лестнице. Я думаю, я на мотокроссом байке разогнался и прыгнул, короче, на эту лестницу. Прям проехал по клубу и выехал на пляж. А там чуваки граблями его разравнивали. А у меня была, ну, резина кроссовая. Я начал дрифтить на этом пляже, а по закону Индонезии, по закону Индонезии все пляжи публичные, нельзя купить пляж. В общем, я дрифтил, потом за мной начинают бегать какие-то чуваки, ну, я, естественно, наружу выезжаю по прибою, типа, от них. Вот, это были банджары, это полиция, которая как духовная у них, ну, в общем, местное самоуправление, как дружина. Вот, и они бегают, их что-то до хера. Ну, там уже 6 утра, где-то, и туристы приходят тоже на пляж. Ну, и в один момент я закладываю, хочу дрифтануть, и волна бьет, и я падаю на прибои. И, в общем, меня догоняют эти чуваки, начинают крутить. Я вот, ну, как бы, ну, говорю, что, типа, все пляжи публичные, типа, вот ебитесь, чего вы хотите. И приходит какая-то баба и начинает меня очень жестко крыть матом на английском. Прям жестко, прям что-то у меня там унижать. Я говорю, слушай, ты похож на старую советскую проститутку, иди в жопу. Это была моя ошибка. Вот. Жестко. Вот, ну, какая-то европейка причем, не балийка. Ну, такая полуевропейка. Ну, тут приезжает наряд полиции, вот, они начинают мне что-то крутить, а я, в общем, от байка ключ спрятал под полотенце смог. Они байк, типа, забрали у меня. И, в общем, полиция, я понимаю, что они беспределят и начинают, как бы, мне руки в наручники закручивать. И туристы, я качу по-английски, говорю, снимайте, это фашисты, они любят белых, снимайте все. Я говорю, они меня незаконно задерживают, начинают там концерт просто устраивать жесткий. И там куча телефонов, и на мой байк должен кто-то сесть. Я говорю, а я говорю чуваку, лейтенанта какой-то, я говорю, у него страховки нет, если ты упадешь на нем, ты будешь там до конца жизни работать просто на него. И он говорит, и он с того начальника говорит, я не поеду, на него нет страховки. Еще меня там устраивают цирк, чтобы выиграть время. В общем, в конце они меня крутят к пикапу открытому, пристегивают вот так вот и везут в Донпасар в полицейский участок. А в чем была соль? Это, короче, женщина, которую я назвала, она реально так выглядела, она старая простудка была похожа, она уже, например, министра Индонезии была. Вот. И, короче, кончилось это тем, что я сижу на кресле вот так в полицейском участке просто не в камере еще и, ну, разносят кофе. Ну, прям, знаешь, столы с ментами сидят как-то в канцелярии и женщина разносит, и я как бы, я наручники сняли, я беру, ну, как бы, кофе себе и выпиваю. И смотрю на чувака вот так впереди, а это какой-то мент, ему это кофе не сты. Я типа задержанный, просто в наглую, как бы, как будто спиздил его кофе, прикинь. Ага. И после этого они мне застегивают наручники за спину, вот так вот, и кидают в клетку, ну, а я, помнишь, я в трусах только? Ага. И с проститутками меня сажают в клетку и наручники, вот так вот, там были только проститутки в этой клетке. И, короче, вот так вот я сижу, она, конечно, они надо мной угорали эти девки, но что я сделал их там три или четыре, как бы, ну, в общем, вырезать меня выкупил мой владелец байка какой-то, я просидел, наверное, часов семь, и он пришел, он пришел, просто, ну, видать, какой-то влиятельный чувак был, просто говорит, все, пойдем. И мне прям в полицейском участке отдал просто ключ от байка, говорю, все, муж ехать. Но это было, короче, было жестко, я думаю, что сейчас меня там это закроют надолго. Хотя я ничего не сделал незаконного. Вот такой угар у меня тоже был. Жесткая история. Да. Вот такая. То и перцовка тебя не брызгали. Прикалывался над ними, а они подумали, что какой-то юрист, а они знают, что я прав, что пляж публичный. На нем можно ездить. Можно ездить, что угодно можно делать, но не приебались, потому что это, ну, такой женщины, собственно, ресторан на этом пляже. А, окей. Вот, и они поверили, что я какой-то юрист, это все, что я там мог им сказать. В общем, это было весело, такой угар был. Слушай, у тебя была какая-то еще крутая история. Я в одном из подкастов старых слышал с чуваком, который тебя подвозил. Про 25 баксов, по-моему, она называлась. Да, была такая история. Расскажи, я просто, я слышал ты в каком-то подкасте давно. Ну, короче, да, была такая история. Я решил поехать, я ехал на Товарниках через США и решил, что соскучился по людям, и мне надо бы с кем-то поговорить, и поэтому решил автостопом поехать. В общем, голосовал я, никто не останавливался, и вот как-то ночью, не ночью, а уже вот темнеет, и какой-то, я на заправке, на заправку что ли пошел, какой-то чувак, я спрашивал водителей, можно ли подвезти, могут ли меня подвезти. Какой-то чувак сказал, что да, типа я могу тебя только, ну, типа если хочешь переночевать, можешь и меня переночевать, короче, уже темнеет. Я такой, ну, окей. И мы сели, поехали к нему, он начал мне какие-то странные вопросы такие задавать, с сексуального плана. Я такой, блядь, ну, обычно с этого начинается какая-то хуйня. Стоп, да. Я такой, ну, окей, да. А мы уже уехали далеко, и у него, короче, дом был в такой глуши, как это сказать, типа поселка что ли. Такой небольшой поселок в горах. На Ашибе, короче, это не в городе явно, да? Не в городе. И туда сложно было добраться. Вот мы туда приезжаем, и он заезжает к себе на участок, открывает ворота, а у него там, типа, дохуя собак, типа штук шесть собак, ну, много. Явно не пудили, да? И не пудили, они все очень жестко гавкают, типа, ну, как в хорроре, короче. Я такой, он такой, сейчас я, типа, собак в клетке загоню, и он выходит, в клетке всех загоняет. Я такой, пиздец. Куда я приехал? А поэт, ну, в процессе он меня спрашивает, слушай, а у тебя что, телефон работает, как у тебя связь здесь ловит? Я такой, ну, да, да, ловит, осмотрю, там сигнал где-то пропал в какой-то момент. Я такой, что делать? На хоррор похоже, реально, на чём. Да, и он меня, ну, заезжаем к нему, он такой, хочешь супа, типа, поесть, вот есть суп по соли, а потом узнал, что это традиционный мексиканский суп. Тогда я ещё не знал, в общем, мне супа разогрел, мы похавали, вот, я отправил в этот момент примерно свою геолокацию людям, с которыми я тогда общался, вот, ну, обычно, когда тебе кто-то из друзей путешественников отправляет геолокацию, это полотно прячься, ты знаешь, что какая-то хуйня. Чекать, типа, что с ним дальше, Да, и в какой-то момент чувак включает клипы такие с ковбоями, с американскими, которые... качи-мучи почти, да? Да, блядь, не почти, а там... Горбатая гора, короче, почти, да? Да, горбатая гора, вот, и такой говорит, а можешь меня трахнуть, типа, я тебе 20 баксов заплачу? Я такой, блядь, чувак, нет, слушай, мне, типа, девушки нравятся, он такой, слушай, я хочу тебя найду, ты же из России, ну, мы там же с ним общались, хочешь, найду тебя порнуху, типа, с девочками из России? Говорю, блядь, типа, это не поможет, чувак, вот, он такой, сидит, сидит, что-то думает, такой, суши, но за 25. Типа, что есть, просто, да? Улыб пошел, пацан. Такой, блядь, не, типа, нет, за 25 тоже нет, короче, вот, как-то, отбрехался, короче, мы с ним провели там ночь, ну, типа, он тебе дал комнату какую-то куда-то ушел спать, да? Ну, нет, просто я там рядом спал, в одной комнате, там не было у него никаких комнат, но он, типа, не пытался к тебе ночью опять прийти, ничего. Ну, он пытался, но, как бы, не особо у него получалось, то есть он постоянно, в чем прикол, что постоянно, после таких штук, напряжение какое-то, да? Да. И чувак такой, типа, блядь, начинает какой-то хуйней заниматься, пытается, вот, как-то... В эту сторону, типа, клонить, да? Да, в эту сторону клонить, но у него ничего не получилось, и утром я его попросил, типа, рано утром, часов в шесть, отвезти меня на станцию, ну, я там посмотрел по карте, была станция железнодорожная, короче, он меня отвез, и он подъезжает к станции, останавливается, я такой, выхожу из его тачки, и момент, я такой, выхожу из тачки, и вижу, товарняк едет. Я такой, блядь, в мою сторону, надо догонять. Я начинаю бежать, короче, через забор перелезаю, на товарняк запрыгиваю, и выезжаю нахуй. Вот, я не знаю, что он там подумал, но, короче, эпичное, скажем так. Эпичное прощание, да, он смотрел вдаль тебе, наверное, и сожалел. Да. Слушай, дикая история, кстати, на самом деле, могла кончиться как-нибудь плохо совсем, да, если бы у него было там оружие, либо он был психом какого-нибудь. Слушай, мне показалось, что он такой был очень одинокий чувак, то есть у него в доме было, знаешь, ровно те вещи, которые нужны для его жизнедеятельности. То есть, например, в некоторых местах не было убрано, то есть там пыль была, то есть он, например, пыль не протирал в каких-то местах, со стола. То есть вот казалось, что он приезжает туда вот поспать просто, поспать, типа да, вот типа он работает где-то далеко, он туда долго едет, таким он каким-то замкнутым казался больше и нелюдимым таким чуваком. Такое периодически бывает, когда ты путешествуешь, у женщин это чаще происходит? Ну, наверное, логично, да. Намного чаще, судя по историям, которые, ну, мне рассказывали женщины, которые путешествовали. Какие бы ты дал советы по безопасности людям, которые хотят в одиночку путешествовать по Латинской Америке? Ночью никуда не ездить. Вообще. Угу. Желательно найти напарника, с которым ехать. То есть, например, в Мексике я старался всегда с напарником путешествовать. Например, в Штатах я на Товарниках проехал очень много один. В Мексике я там ездил один, но немножко. И это было вынуждено. То есть, когда там чувак, с которым мы снимали документальный фильм про мигрантов, он не... Точнее, как, я поставил на зарядку все свои вещи, и Товарняк уезжал с нашими героями, и кто-то должен был с ними поехать, чтобы мы их не потеряли. И... То есть, часть наших вещей осталась там заряжаться, ну... А я поставил на зарядку, и чувак, которого я поставил на зарядку, закрыл это место, и мы не могли войти, забрать. А-а-а. И чуваку пришлось остаться, он потом на автобусе нас догонял, а мне пришлось поехать, и вот я как бы ехал один, ну, типа, с мигрантами, но без напарника, грубо говоря. Которому ты доверяешь, знаешь которого, да? Да, и без напарника по Мексике я почти не ездил. Почти всегда это было с напарником. Вот это вот очень важно. Почему безопаснее? Потому что на двоих редко нападут или там? Это тоже, потому что с двоими сложнее справиться. И то верно, да. Плюс, например, когда ты спишь, более безопасно. Кто-то может проснуться, да, если что-то такое происходит. Кто-то чутко спит и увидит, услышит, что кто-то подходит либо что-то не так, да? Да, то есть больше шансов заметить, что если что-то идет не так. Плюс, иногда вы берете функции друг друга, меняетесь функциями, то есть, если ты, например, очень сильно заебался, ты можешь положиться на человека, потому что он, например, заебался меньше. Потом, когда он заебался, ты можешь эти функции на себя брать. Например? Ну, например, мы когда с Мишей снимали про мигрантов фильм, у нас как-то так негласно вышло, что я снимал почти все, что снято на товарниках, потому что у меня был опыт съемки того, в движении на поезде, но это опасно, и должен быть опыт. Я знал, как там что расположено, а он вообще ехал не первый раз, то есть я до этого с ним в России, мы поехали в Воркуту, как раз-таки с той целью, чтобы он понял, каково это, чтобы не так было страшно, и когда мы были в Мексике, у меня все равно было больше именно опыта в путешествии на товарниках. И съемки, да, там с одной руки, одной держишься, надо стабилизация, тоже такая себе. И, ну, типа, Миша классно снимает, и у нас как-то так неогласно вышло, что вот я снимал на товарнике, я заебывался, потом мы куда-то приезжали, и вот уже мигранты садятся там кушать, расслабляются, и Миша начинает снимать, потому что я, типа, я уже все. Уже руки дрожат, типа. Устал, да. Просто хочу, типа, выдохнуть, отдохнуть. Ну да, в паре как бы проще это. И мы вот так друг другу передавали обязанности, грубо говоря. За счет этого у нас получилось снять более полную эту историю. То есть все равно, даже с учетом этого, были моменты, которые мы не смогли снять, потому что именно вот эти съемки, они были очень тяжелые. Одни из самых тяжелых вообще, которые у меня когда-либо были. Окей. Что еще посоветуешь в плане безопасности? Ночью не ходить, найти напарника? Всегда выбирать безопасные места для сна. Это сказывается на том, как ты отдыхаешь. Потому что, если ты постоянно на стрёме, ты не отдохнешь, и потом ты будешь уставший, будешь ошибки совершать. Это касается не только товарников вообще, а в целом. Какие места хорошие, а какие вот точно не стоит выбирать для сна? Хорошие там, где людей нет. Крыша Мадональдса, там нет людей, кстати. Крыша KFC. Еще есть разница, например, с ночевками в городах и за городом тоже. Если ты за городом, то, например, есть какая-то деревня недалеко. Ты, как правило, останавливаешься недалеко от этой деревни, но не в самой деревне. Или исключение, если ты договариваешься с кем-то из этой деревни поставить, например, если у тебя есть палатка или просто переночевать у них во дворе на их территории. То есть познакомиться с ними, сказать здравствуйте и вот так у них переночевать. Мы так тоже делали. Слышал бы такую тему, что это рабочая штука. Особенно вот это очень хорошо работает в Латинской Америке, в Мексике и здесь тоже. Я слышал, что часто можно у церкви какой-то попросить на территории палатку поставить и многие церкви могут разрешить. Кстати, никогда так не делал. В буддистском монастыре я ночевал, например, в Таиланде мы так просились. Хорошо, если есть какая-то деревня, либо договориться, либо там поодаль, да? Поодаль, потому что, например, в деревне, но это зависит от страны, но в деревне может кто-то бухать, но веселее тебя найти или прийти или увидеть что-то там и чисто делать нечего, прийти там. Просто рамс будет какой-то, да, ненужный. Даже, знаешь, необязательно рамс, а, например, просто ты будешь долго сидеть и общаться, когда тебе надо, например, отдыхать. Но это хороший вариант на самом деле. И в целом это, например, в Грузии у нас такое бывало, это заканчивалось тем, что нас в гости звали. То есть часто на самом деле это может закончиться тем, что тебя зовут в гости. Но нужно еще знать, где ты находишься. В Мексике, например, мы когда с девочками путешествовали, нас чувак к себе опустил тоже на территорию. Вот это хороший вариант. Какие самые плохие варианты, что по незнанию можно сделать супер рисково, где можно спать, и это прям хреновая идея? Ну, может, ты поначалу где-то вложился на ночлег, и это была херовая идея? Знаешь, тебя в целом твои инстинкты от этого охраняют. То есть ты в целом понимаешь, где опасно спать, откуда ты это знаешь. Ну, поначалу просто самое простое, это там, где нет людей, там безопасно. Если никто не видел, где ты ложишься спать, важно, чтобы никто, например, ты устраиваешься на ночлег. Если никто не видел, куда ты пошел спать, и где ты спишь, то это безопасно. Вообще, из этого принципа ты обычно всегда выбираешь так ночлег. Ну, или, как я говорил, у людей спрашиваешь на их территории тоже. Изначально я так поступал, и в целом и сейчас это рабочий вариант. Например, когда мы с мигрантами путешествовали, мы были большой очень группой людей. Нас было человек, около 10 человек. И это большая группа. И нам нужно было выбирать места, то есть мы как караван ходили по Мексике. Нам нужно было места выбирать, где спать. И не всегда можно было найти место, где ты можешь попроситься, или, короче, безопасное, да. Тогда мы, например, находили какой-то парк, и там все вместе ложились недалеко друг от друга. Или, например, были места по пути, где другие, там же много мигрантов едет, где другие мигранты собирались. То есть определенные точки, где оказывают помощь мигрантам. Касса дель мигранты, дом мигранта. И обычно вот эти дома мигрантов, они становятся такими, в том числе, точками, где собираются мигранты. И всем места внутри приюта или убежища не хватает, и многие на улице остаются. Вот в таких местах мы много раз, например, оставались ночевать. Хотя, ты знаешь, как это выглядит? Такой мост, сверху по мосту ездят машины, здесь у тебя такая парковка, и парковка занята там, у тебя люди просто, всю парковку занимают спящие люди. Кто-то палит, чуть ли не в бочке костер, там такая дыра в земле, люк канализационный в земле, его открыли, там мусора много закидали, и он горит. И типа, со стороны это место вообще не кажется безопасным. Но это самое безопасное место, в котором ты можешь ночевать. В данном случае, особенно если ты едешь с группой мигрантов, потому что там все люди, они понимают, что ты там делаешь, они понимают, в какой ты ситуации находишься, они сами в ней находятся. И все друг за другом, как бы, ну. Да, и там, например, ты едешь на поезде, если ты едешь по опасной территории, вы набираете камни, например, чтобы защищаться, если на вас кто-то будет нападать. Если какая-то шпана нападает, вы спокойно можете их закидать камнями. Но с картелем, это, конечно, от похищения картеля это не спасет. Картель похищает, да. Но от каких-то таких мелких... Шпаны просто. Да, от шпаны спасет. У тебя была интересная ситуация, я смотрел видос, ты, по-моему, был в Калифорнии, около Лос-Анджелеса, и ты спал на дереве, на гамаке, ты залез высоко на дерево, и спал в гамаке, почему так решил сделать. Там была стрёмная какая-то местность. Это было рядом со станцией, и там было много бездомных, они жили в своих местах, в своих палатках и так далее. В тижинах, которые они там из картона там делают. Да, я типа приехал, знаешь, с товарника, не знаю особо местности, где что, где безопасно, но я очень уставший, и мне нужно быстро найти место, где переночевать. А там вдоль железных дорог везде бездомные, ну и, соответственно, принцип такой, как я уже говорил, чтобы никто не видел, где ты спишь. Там его было сложно соблюсти. И вот то место, где я залез на дерево, вот в целом, этот принцип там выполнялся, он был поодалит от всех этих мест. И место необычное, и задумка какая-то необычная. Ну, никто никогда не подумает, что кто-то спит на дереве. Еще, кстати, один лайфхак. Недалеко от этого же места я его применял. Там с рюкзаком бывает тяжело ходить целыми днями. И я часть вещей запихивал в рюкзак, там спальник и так далее. Камеру доставал самое ценное, и рюкзак вешал, залезал на дерево, и рюкзак вешал высоко в кроне дерева, так, чтобы его с земли не было видно. И ходил куда-то там по своим делам. Потом возвращался, залезал, снимал рюкзак. И вот такой есть, короче, лайфхак. Это было, кстати, вот в этом же самом месте, в другой мой раз, когда я находился на этой станции. Да, прикольно. Слушай, мы поговорили про безопасность, какие-то правила безопасности, как мы начали устраиваться, и прочее. Вот ты проехал всю Центральную Южную Америку. Как ты вообще оцениваешь в целом, если не брать там Мексику, где Синалу и прочее, безопасно путешествовать, либо прям опасно? Зависит от способа путешествия. В целом, наверное, если ты турист, более-менее безопасно. В отеле, в туристических? А если ты хардкорный путешественник? Ну, у тебя больше, да, каких-то шансов нарваться на какие-то там неприятности, если ты на мотоцикле едешь. Ты можешь на дороге оказаться ночью и так далее. Не знаешь, где ночевать, например. Ну, главная опасность — люди, либо там погодные какие-то условия, в смысле там скорпионок усть. Либо люди все все-таки главные звери, скажешь. Хороший вопрос. Да, что быстрее тебя убьет, люди, либо природа? Знаешь, из моего опыта быстрее убьет именно какая-то такая бытовая штука, типа тебя там собьет машину или грузовик. То есть, конечно, есть шанс нарваться на преступников, но когда, как будто мы думаем о преступниках и преступности, мы забываем про то, что есть вот такие случаи, там, простая халатность, да, которая может привести к чему-то печальному. И на самом деле опасность — это какая-то халатность, недосмотра, несоблюдение техники безопасности кем-то там на дороге или там не вовремя техническое обслуживание провели машины. Вот на самом деле вот эти штуки, они более опасные, чем преступность. Преступность, она, знаешь, ну, она, во-первых, разделяется, ну, то есть тебя ограбят, допустим. Ну да, это неприятно, но в целом ты живой и, наверное, здоровый. Это уличные пацанчики какие-то, да, это неорганизованные, что-то такое серьёзное. Да. Первый кейс. Проблема, если ты, если это какой-то конфликт или нападение, да, но это, это более редкая штука на самом деле. Надо ещё умудриться попасть такую, хотя ты в фавеллах попал, ну да, но тут, видишь, я тоже попал и не, как, это происходило вокруг, я не был участником, вот это тоже ещё важно. Ты рассказывал про девочку, которую похитили, похитил картель, но она была на границе с США и Мексикой, но это прям просто, просто не стоило туда ходить, скажем так, правильно? Не стоило, но, знаешь, вот там ещё такая зона в целом опасная, то есть есть прям опасные места, в которые лучше, наверное, и днём не ходить. Это граница США и Мексики, понятно, территория картелей, это какие-то внутренние части Мексики, где картели там, Синалуа и прочее, а в других странах, вот там Гватемала, ты был, наверное, Никарагуа, там как обстоит? в Аль-Сальвадоре опасно, мы там как-то с Максом ночевали, когда на мотоциклах ехали, и к нам мы попросились переночевать у местного жителя, и он нас в мастерскую, у него, короче, шиномонтажная мастерская была возле дороги, и он нас там закрыл, чтобы мы там переночевали, мы туда мотоцикл загнали, такой гараж был жестяной небольшой, и сами спать легли, и ночью кто-то туда ломился, и Макс стоял на шухере ночью с мачете и держал дверь. Я, это с его слов, я туда не проснулся, он мне под утро такое рассказал. Офигеть. Да, и типа, не знаю, может он типа шуганулся чего-то, а может быть это и правда, что-то такое было, может они видели, что мы туда зашли, например, я не знаю. Но в Центральной Америке, она чувствуется опасной, опасной всё-таки. Надо быть начеку, да. Да, ну тебя и как туриста могут ограбить, если ты путешественник такой. У тебя больше риска, потому что ты больше времени, ну ты общаешься со многими, но с другой стороны, это тебя и защищает тоже. Ты получаешь инфу от этих людей, куда можно, куда нельзя. Да, и они тебя тоже берегут, они тебя, например, могут вписать куда-то, и ты безопасно переночуешь. У брата моего друга была история в Бразилии, наверное, это был он 2009 год, либо 2008, там вообще был дикий запад. В общем, он шёл по Рио, с камерой вот так вот на груди, висела камера. Чуваки сказали ему, как бы, смотри, туда не ходите, по тебя зарежут. Но он такой своенравный чувак, ему как бы пофиг, ему пошёл, он прошёл 2 квадра, и идёт, и уже за ним идут пацанчики с Favell. Ну он просто такой, я не знаю, вредный чувак, не слушает, что ему говорят. И он так идёт по улице, и какой-то мужик, вот так его хватает за шкирку, затаскивает внутрь и закрывает дверь. И говорит ему, ты дебил, у меня из-за тебя будут проблемы. Ну он спрашивает, почему? Как это там, да? Говорит, потому что они бы сейчас тебя убили у моей двери, и потом полиция бы шмолала весь мой дом. Говорит, как бы, ты проблема, поэтому ты будешь до утра у меня ночевать, потому что, если я тебя выпущу, они убьют тебя здесь, и это, мне не нужны эти проблемы. И он ночевал у него, но на утро мужик ему сказал, если ты пойдёшь завтра сюда, и я тебя увижу не у своего дома, а где-то в другом месте, я тебя ограблю первый, не появляйся здесь. Тебе выше по улице сказали люди, ты будешь здесь проблемой, нахера ты это делаешь. Но ему просто повезло, что мужик такой попался. Он его накормил там, напоил, как бы дал ему какой-то там коврик или что-то ещё, или, не помню, кровать. Ну вот такая была история в Бразилии, но это ещё, наверное, 10 лет больше, 10 лет назад. Слушай, я бывал, знаешь, в Тихуане есть очень опасное место, Тихуанский канал. Я видел твоё место. Туда тела сбрасывают, картели туда тела сбрасывают. Я сам видел там эти тела, как их оттуда забирали. Там такая решётка есть, и их туда несёт. Они за эту решётку там, вода течёт через канал, и в этой решётке тела застревают, и постоянно в этом месте конкретно мы их достают оттуда. В общем, я там хотел поснимать и искал, с кем бы мне поснимать. Я никого не нашёл, кто бы со мной туда смог пойти. Я даже ходил в полицейский участок и просил полицию, типа, меня сопроводить. Что они тебе сказали? Я сказал, я журналист, хочу снять про Тихуану, хочу снять вот эту, как часть сюжета. Вообще, полиция обычно, ну, с ней можно договориться о сопровождении. Но они мне сказали, что, блин, тебе нужно дополнительно получить разрешение, то ли в прокуратуре, то ли в отделе по связи с общественностью. В общем, они меня... Муниципалитет и дальше всё это заглохнено. Да. У меня не было на это времени. Это был последний мой день в Тихуане. И мне нужно было эту часть снять. Я её хотел снять. И я такой, ну ладно, пойду один. И я туда спускаюсь с Black Magic, с моим, который стоит. Ну, это большая камера. Да, кинокамера. Тем более она у тебя обвешана микрофонами, там вся вот эта история. С гупрошкой иду и снимаю. И прихожу, и там, короче, сидят люди. Я начинаю с ними говорить, говорю, можно вас там типа поснимать? Вот, типа я это снимаю. Они такие говорят, ну, давай поснимай. Это мигрантов, в смысле, какие-то бездомные, да? Бездомные, которые там уже какое-то время. Некоторые из них были из США депортированы. Вот. И я их спрашиваю, опасно ли там. И они говорят, ну да, здесь типа опасно, но вообще зависит от того, дословный перевод, зависит от того, как ты сюда приходишь. С какими типа намерениями ты сюда приходишь. И говорят, если ты сюда приходишь создавать какие-то проблемы, чем-то непонятным заниматься, то да, у тебя будут проблемы. Если ты там будешь людям докучать. Но если ты сюда приходишь так же, как мы, здесь живём, говорит, мы здесь живём как семья, типа все вместе. Они типа друг друга раньше не знали, они собрались там, да? И такое место устроили, где они живут. Говорит, мы типа друг за друга смотрим, и всё у нас более-менее нормально. И вот им там как будто более безопасно, хотя туда тела сбрасывают, да, картели. И я спросил, а что для вас самое опасное здесь? И они сказали, полиция для нас самая опасная. Они приходят, нас жёстко прессуют, выселяют, поджигают вот эти, там туннели уходят далеко, у них там вещи и так далее. Хищину строят себе, да, в бетоне. Да, они это всё сжигают. И типа там могут побить, и отбирают, как правило, то, что у них есть телефоны какие-то, которые они заработали. Там не очень много, я думаю, потому что в основном эти люди, по их словам, они там занимаются тем, что одежды продают, и кто-то там, чувак там один, он мыл фары у машин на границе, ему просто типа денег давали. Ну то есть много, это бездомные. Ну то есть проблема скорее от полиции, чем от картеля в этой. Ну для них да, видишь. А наверное, картель другим людям создаёт проблемы. То есть типа вообще, когда я ходил по Тихуане, там было много достаточно бездомных, и они жили в разных местах города. И я понял, что по факту-то не бездомные опасны, не те люди, которые здесь на улице где-то находятся и так далее. А вот те люди, как раз таки, у которых есть власть, есть деньги, есть оружие, и которым ты можешь помешать в какой-то момент. Потому что когда я начал снимать репортаж, у меня начались проблемы, что в какую сторону я не пойду бы, я всё с какими-то людьми начинаю пересекаться, которым я мешаю, которым мне нравится то, что я снимаю. И типа снимать дальше я буду типа им... Перейдёшь дорогу так или иначе, в конце концов. Я вот в Мексике, не только там, начал с таким сталкиваться. И ты уже думаешь, блин, типа снимать мне, или если снимать, то в каком объёме, да, ты это всё показывать и так далее. — Кстати, мы с тобой ещё поговорим про Ютуб, как ты вообще такие крутые репортажи собираешь. Знаешь, вот в завершении по Латинской Америке тебя спросить, какая тебе страна больше всего понравилась, прям вот любимая, куда бы ты хотел вернуться? — Ну, Мексика мне понравилась, поэтому я туда и приехал. Но я туда приехал с точки зрения документальной, потому что там много всего происходит. И это пересекается с моими интересами, и я хотел про это поснимать и пожить. Вот Аргентина мне, кстати, тоже нравится, но мне нравится здесь, потому что всё-таки поспокойнее, чем в Мексике. — Безопаснее, считаешь, здесь, да? — Да, чувствуется, что спокойнее и, знаешь, расслабленность есть. — Очень сильная расслабленность, даже чересчур иногда я тоже в своём видосе рассказывал, что «транкилло, транкилло, пацаны, расслабьтесь, даже чтобы не происходило здесь слишком даже». — А вот в Мексике, знаешь, вроде как тоже есть слова «расслабленная страна», но по факту там очень напряжённо. — Знаешь, несмотря на то, что здесь расслаблено, вот эту студию, где мы снимаем, меня пытались ограбить, я пришёл, у меня вот такая ручка наполовину выгнутая и поэтому пришлось поставить камеру, охрану, вся история. Казалось бы, расслабленно, да? — А они знали, что здесь за студия? — Нет, они, скорее всего, знали, что сюда люди просто хорошо одеты, не аргентинцы приходят, но гости там, не знаю, там друзья мои. И на следующий день я на дверь метку нашёл, когда, знаешь, типа просто был кусок стикера, захожу я сюда либо нет, да, то есть можно добивать, либо нет. Я содрал, как бы, ну, позвонил то есть ребятам, которые здесь тоже на районе что-то решают и поставили охрану, типа камера, всё. И ещё одна история была, вот здесь на перекрёстке. Я шёл в воскресенье, в три дня я прям помню, у меня была встреча в 3.15, чуть дальше, вот улица, где мы сейчас находимся, и там Скалабриния. Следующий перекрёсток с Кордобой, большая магистраль, которая... Я иду, вот это Скалабриния и Кордоба, две большие улицы пересекаются, вот там чуть дальше. Я иду, меня обгоняют два пацанчика такие, ну, прям, такие на спорте, бритые в ноль, футболки заправленные, штаны футбольные, и мы прям подходим к перекрёстку. И они поворачиваются, а у меня была, ну, цепочка серебряная на руке, ну, прям такая, ну, не прям с бриллиантами какая-то, нет, просто. Я был как бы одет нормально, у меня оверсайз футболка была, и она поясную сумку чуть прикрывала, но не до конца. И они так поворачиваются, и один причём шёл вот так вот, разговаривал по телефону, вот так вот. Ну, типа, как-то странно, когда, знаешь, типа на связи вот эти, какая-то пацанская их тема. И они поворачиваются, и прям, ну, и ты знаешь этот момент, когда чувствуешь какая-то хуйня, сейчас что-то будет. Ну, давай. Прям вот ты чувствуешь. И они так на меня смотрят, вот так вот, как бы, видят, что кроссовки тоже там какие-то нормальные, и видят, типа, сумку. И три часа дня, ещё стоят две женщины, и всё, как бы, никого нет, и один чувак сзади подходит. Вроде и мало народу, и много, и они на меня смотрят. А я смотрю на них, что я их сзади же видел, когда они проходили, сразу их срисовал, что оружия нет, ну, стволов нет, и спереди они очень заправлены вперёд, тоже вижу. Но я понимаю, что, ну, типа, окей, чувак, я тебя одного точно сломаю, ты как бы там инвалидом останешься. И прям смотрю на них. И они поняли, что, ну, это огромная улица, это Палермо, типа, это три часа дня. И они поняли, что что-то, ну, стремновато. И они пошли вперёд, а мне идти туда же. А там с каждой квадрой, как бы всё меньше и меньше людей. Это в более плохой район заход. Но я перешёл направо, типа, никуда мне надо было вперёд. Постоял, посмотрел, как они пройдут, и по другой стороне пошёл. Потому что там уже людей как бы меньше. Ну, видать, либо не было оружия, либо испугали, что светло, и кто-то есть свидетели. Но прям, как бы вот такое, несмотря на расслабленность Аргентины, ну, я прям видел, что они хотят меня грабить. Ну, кстати, да, то, что, когда нет людей на улице, становится пусто на улице. Да, это индикатор того, что ты находишься в стрёмном месте в стрёмный момент. Потому что, если нет людей, значит, там что-то происходит. Сто пудово. У меня была история здесь в Палермо. Мы пошли на винтажный рынок с женой посмотреть, какие там старые вещи продают. И решили пройти пешком пару кварталов. Это уже был вечер, 6.30, наверное. И там главная туристическая улица, фонарики, рестораны. И мы решили пойти в бар какой-то, хотел выпить пиво. И там было 5 тысяч отзывов. Ну, нормальное место. Мы подходим к нему, это 3 квартала мы прошли от главной улицы. Он закрыт. И вот там вот прям за углом был ещё один с рейтингом. Там тоже 5 тысяч отзывов. И там видно, что закрыт давно. Мы такие, окей. И мы идём дальше и смотрим, типа, света меньше, улицы уже становятся. Я выхожу на главную улицу и уже вижу, что, да, фонари меньше, какие-то чуваки просто бухают на улице и прям поворачиваюсь, чувак идёт под крышом. Ну, прям его видно. Нарк такой. Вот. И я тут понял, что 5 кварталов мы отошли, а потом мне сказали, что это был плохой район, типа, и тебе не надо было туда ходить. И ты прям чувствуешь это спиной. А вот, что, типа, накрутили? Эти бары закрыты навсегда. В смысле, они перестали существовать. А мне тогда, я тогда что-то не смекнул. Как бар с 5 тысяч мёдцев может перестать существовать? Потому что район испортился. И некому платить эти деньги, чтобы пить в нём. Странно. Вот такая штука. А Мексика, любимая, короче, в Атаме, да? На самом деле, я так не оценю. Мне в целом нравится вся Латинская Америка. Мне нравятся какие-то места, которые связаны с эмоциями яркими, типа, там мы ходили на Рараймо, да, в Венесуэле. Вот мне нравится Рараймо и Венесуэле. А какие места больше всего запомнились? Прямо вот у Тарараймо, да? Ну, вот Рараймо, да, или по Амазонке, когда мы сплавлялись тоже. Необычно, прикольно так попадаешь как будто в кино какое-то. Там тоже много культуры такой нативной, вот, что мне нравится. Ну, кстати, вот Аргентина мне понравилась, Ушуайя тоже. Красиво, да? Я с ним фотки ещё не доехал. В Патагонии был, вот недавно мы в Триппе в Патагонии ездили, очень красиво. Вот Эль Калафат я поднимался там на Перитамаренную, на Ледник. Вот, то есть здесь на континенте вообще много всего классного. Но, как правило, это всегда места, которые связаны с эмоциями. Какие-то истории там должны были происходить прикольные. Или быть частью истории какой-то интересной. Поэтому, друзья, Патреон, Бусти, или в описании, следите за его историями. И там есть многие видео, о которых мы сейчас рассказываем. Давай поговорим про Ютуб. Вот у тебя так круто получается из самых разных сюжетов, кусков, форматов склеить один ролик сквозь который проходит какая-то история. Что это цепляет зрителей? Вот твой уникальный формат. Как ты это поймал? Как ты это делаешь? Изначально, когда я начал снимать, да, еще такого у меня не было формата особо. Я снимал, я просто видел, что это похоже на сцену из какого-то фильма. Я такой, блин, надо это снять. Потом подумал, надо это как-то соединить. То есть просто у меня получались такие прикольные сцены, как будто из фильмов, ну, конечно, снятые на Гупро и так далее. Но я подумал, это надо как-то соединить и начал подводки записывать. Ну, постоянно мне нравилось записывать взаимодействие с людьми. И поскольку я путешествовал, это начало превращаться в такой road trip, в котором ты встречаешь разных людей, там с ней беседуешь, что-то о них узнаешь. То есть не такая прямая документалистика, где тебе что-то рассказывают, а еще есть приключенческая какая-то составляющая. и герой тоже куда-то едет и двигается. Со временем после кругосветки я уже не двигался постоянно и понял, что мне нужно... Ну, все равно мне нравится снимать, надо что-то снимать. И я как бы продолжал снимать путешествия. Но я подумал, что я хочу добавить в них больше рассказывать про людей, больше про места. И хочу, чтобы сами люди про это рассказывали. То есть я этого касался в своем блоге. но более поверхностно, потому что я не очень много времени проводил в этих местах. И так я подумал, что надо какое-то исследование как минимум проводить перед съемками, о чем снимать. И я решил документальное кино снять в Мексике про миграционный кризис. И, соответственно, там учил язык, приехал, начал снимать. В какой-то момент вот я себе эту камеру купил, кинокамеру, она тоже диктует формат съемки. То есть на GoPro ты одним образом снимаешь, на кинокамеру другим. И вообще этот документальный фильм еще не смонтирован, но мне еще нужно было параллельно зарабатывать деньги на жизнь в Мексике. То есть у меня что не было денег. Вот. Ну, я такой буду снимать тогда, продолжать эту свою тему. То есть получается вот я как думал, как снимать? Вот я снял документальное кино, оно еще не готово, что мне делать дальше? Ну, нужно снимать тогда документальные репортажи, их быстрее снимать, чем документальное кино, потому что в документальном кино ты ждешь момента, долго выжидаешь и снимаешь этот момент. И со своими героями, которых ты снимаешь, можешь много времени проводить. И очень много съемок, которые ты проводишь, они никуда не идут, потому что они для кино не подходят. Но они могут, например, подойти для репортажа спокойно. То есть репортаж требует меньше такой вовлеченности. быстрее можно снять, более плотно, быстрее смонтировать и выложить. Да, плюс свои комментарии, плюс репортаж, ты можешь своими комментариями ускорить что-то и сделать его более интересным, потому что, например, у меня есть блок, и за мной уже меня смотрят, я вот рассказчик, который рассказывает историю. Вот я что-то говорю, это как будто блок, но на самом деле я рассказчик и рассказываю уже не свою как бы историю, хотя я когда снимаю ее, я немного являюсь ее частью. Вот. И я начал смешивать документальный формат съемки, документального кино, съемки блога и съемки репортажа. Например, там я снимал чувака, который в Тихуане журналист снимает места преступлений. И мне надо было, то есть это могло быть с такой же вероятностью частью документального кино, как и репортажа. И я это все снимал как документальное кино, но при этом я начал записывать еще свои тоже подводки, так же, как я делал в блоге, типа рассказывая, что происходит, а как бы зрителя к этому приближая, потому что все равно зритель, который смотрит что-то про чувака, который журналист, который снимает про преступления где-то в Тихуане, в Мексике, ну это никому не интересно. И ты должен сделать это интересным, да? И вот этот формат, он позволяет этого. То есть, грубо говоря, на самом деле здесь все дело в балансе, потому что, например, если ты снимаешь репортаж, обычно снимаешь быстро, потом где-то в интернете берешь то, что не достает тебе, и склеиваешь все, у тебя такой репортажик получается. А я решил, что я не буду ничего брать там из интернета, я должен, типа, сам снять вот эти моменты, которые бы я искал в интернете. Ну, например, как чуваки стену проходят. То есть, а что для этого нужно? Такое можно снять там в Тихуане, что для этого нужно, думаю я. Ну, нужно пойти к стене и как там день-два ждать, когда это произойдет. Ну, я пошел к стене и снял, это же, пришел и снял сразу же, грубо говоря. Вот. И многие такие штуки, ну, то есть ты еще создаешь вокруг себя среду, которая, или ты едешь в то место, которое формирует, где благоприятный климат для этого репортажа, где происходит много всего и где ты многие вещи можешь найти спонтанно. То есть, например, какие-то вещи в моем репортаже я их не планировал снимать, то есть у меня не было никаких договоренностей ни с какими героями. И этих людей я нашел на месте. У меня был только примерный план в голове, как это делать. Вот. Но есть вещи, например, которые ты планируешь делать, вот как в документальном фильме. В общем, суть что... Сценарий базовый, скелет какой-то есть, да, даже у репортажного формата. есть скелет. Ты заранее накидываешь до того, как ты хочешь снимать, естественно. Да, но он у меня в голове, то есть я примерно понимаю, там, тема миграции, тема, там, границы, тема картеля опасности. Я думаю, как мне, какие темы раскрыть, например, как раскрыть оригинально тему того, что в Тихуане опасны и картели, да. Ну, поехать с местным журналистом на места преступления, да, который... Что этот журналист делает? Он слушает рации Красного Креста, там, пожарных, полиции, и когда слышит сообщение о преступлении, быстро собирается и выезжает на место. И там снимается репортаж. И то есть у меня получается два в одном, то есть я снимаю и немного про него, и раскрываю ситуацию, которая происходит там. И вот таким образом я и снимаю, да. Но на бумаге, ну, прям какого-то четкого плана, там, у тебя сценариев, ты такого не делаешь? Нет, но, например, в случае с этим чуваком я с ним заранее договорился за пару дней до съемок. Я его нашел, ну да, я нашел этого чувака, подумал, что он подходит и, короче, написал ему, договорился, сказал, что я приеду, хочешь посниматься там и так далее. А ты один работаешь над видосами, либо есть монтажер отдельный, либо кто там, постмонтаж делает какой-то, либо все сам собираешь? Все сам один делаю. Но это, на самом деле, немножко и проклятие, потому что ты не можешь выйти на определенный производственный план, грубо говоря. Не можешь масштабировать, да. Ты не можешь один ролик в неделю выпускать. Даже если ты снял на четыре ролика, сейчас в Тихуане, ты не выпустишь, потому что нужно. Звук, постмонтаж, там, режиссер монтажа, посмотри, как ты говоришь, сто раз отсматриваешь. Да, то есть это сто раз отсмотреть самому, извини тайминг, посмотри хотя бы 25 минут, умножь там, ну, на 50, да. Понимаю. Слушай, а когда ты снимал путешествие последнее, у тебя было первично видео, которое получится оттуда, либо само путешествие, что было важнее? Какое видео? То есть у тебя задача была снять видео вот в последних путешествиях, либо сама цель была путешествие, а видео это так, ну, поснимаем как бы по ходу. Зависит от путешествия, например, в Тихуане, когда я снимал, в первую очередь было снять это видео, то есть снять такой репортаж. Мне именно, я кайфую, когда снимаю еще такого рода вещи, еще когда они очень сложные. И когда получается сделать их классно, я прям кайфую. Но, например, в Тихуане я очень устал от съемок. Ну, там еще напряжена, наверное, обстановка, да, вот эта? Там, знаешь, там во многих аспектах напряжен, то есть, ну, там, например, я встречаюсь с койотом, который людей нелегально переводит. А я же его не знаю до того, как я с ним встречусь. То есть мне неизвестно, насколько там он опасный человек или нет. Или, например, я иду к мигрантам в убежище и слушаю их истории, да, жесткие. И, соответственно, тоже реагирую как-то с ними взаимодействуя. И это эмоционально тоже может быть тяжело. И вот из-за этого я устал сильно в Тихуане. Плюс, ну, там, да, еще были какие-то закидоны от людей, которые переводили людей через границу, да, начались с их стороны, чтобы я там не снимал. Советовали, так сказать, мне передавали, они выяснили, где я живу и мне передавали, типа, да ладно, чтобы я, да, не снимал. Чувак мне сказал один. Ну, вот это уже стрёмно, когда тебе передают какие-то пацаны из картеля, мы не хотим, что-то... Это были русскоязычные чуваки. Ну, они там работают. Я думаю, что, ну, я ничего этого там не доказывал и в репортаже своем тоже, но я думаю, там, все, кто надо, втянуты в это. Да, заинтересованы в том, чтобы информации было как можно меньше. После этого я поехал в путешествие на Творничках из Тампика в Сануэспотаси развеяться, скажем так. Вот я хотел какое-то ненапряжное путешествие, я выбрал этот маршрут, он самый безопасный по всей Мексике. И чисто вот поехать, посмотреть на природу, расслабиться, кайфануть. Я, кстати, ну, кайфанул. это было ради путешествия, но я снимал параллельно, потому что это уже было, знаешь, как больше для блога. У меня есть небольшое разделение в сознании, не знаю, есть ли оно у зрителей, когда я снимаю там репортаж, или когда я снимаю больше блог, вот я немножко это могу разделять, вот, но все равно оно смешивается так или иначе. Я разделяю, потому что упаковка, допустим, у репортажа Стихуана, она немножко прям другая такая, упаковка смол-видоса от обложки до названия, да, от товарников отличается, хотя товарников давно нет на Ютубе. Вот, кстати, Ютуб решил удалить твои видео с путешествиями на товарниках, потому что это типа опасный контент. Как ты планируешь дальше развивать блог, и чтобы видео получали какие-то охваты, если ты не можешь это публично выкладывать на Ютуб? Ну, я думаю, что, наверное, не буду снимать. Во-первых, потому что из-за своего состояния физического, по крайней мере, на данном этапе я не могу снимать. Не уверен, что смогу. Но, кстати, почему я еще снимал это? Потому что мне в целом нравилось это. То есть мне нравилось путешествовать на них. Еще я такой, заодно поснимаю. Вот. Вот у меня, например, есть новый видос, я его на Ютуб пока что не выложил. Я его загрузил на Ютуб, его удалили через 4 часа. Причина? Опасный контент. Товарняки. Да, то есть там метка временная тоже с товарняком. И я попробую удалить там все сцены, например, где я залажу на товарняк или спрыгиваю. Без этих сцен есть шанс, что получится. Но у меня еще есть другая проблема, то есть, если даже Ютуб не удалит, это, кстати, уже будет победа, то еще есть Роскомнадзор. Вот он банит. Ему вообще не важно, если там хоть как-то, хоть чуть-чуть упоминаются товарняки, он банит. Но они еще меня знают, как бы, они знают мой канал, и они его типа чекают и сразу банят. Блин, подставка. Задумывался о других платформах, сейчас есть какие-то другие платформы для видео. Западная какая-то. Я никаких аналогов не нашел. Вимео, например, как видеохостинг можно использовать, но... Там нет органики охвата. Да, и самая большая проблема в чем? В том, что нету системы рекомендаций. И чем Ютуб ценит? Тем, что есть система рекомендаций. Он позволяет тебе охватывать большую аудиторию и этим окупать съемки видео. То есть, по факту, ты когда видео снимаешь, ты тратишь деньги. А если ты будешь снимать видео, тратить на это там деньги и время, и при этом его будут смотреть даже сто человек или там тысяча, этого недостаточно, чтобы окупить... Время затрачено деньги. Да. И многие люди мне пишут, типа, почему ты видосы там в Телеграм не заливаешь. Ну, вы посмотрите в Телеграме там несколько человек. Да, и нет никаких охватов, да. Окей. То есть, пока ты еще не придумал, как можно продолжать развивать блог, чтобы были охваты и при этом не банил. Ну, снимать репортажи, просто, как я и стихваны снимал. Я в целом хотел это делать именно вот так. Слушай, а что сейчас приносит основной доход тебе? Это Патреон, Бусти твои, вот там старые видео либо новые, которые выходили, которые на Ютубе нету из-за правил площадки? На Бусти у меня есть там, наверное, около 300 долларов. У меня подписок на около 300 долларов. Раньше было больше до блокировки карт, еще по-настоящему до этого. Еще Бусти есть, но там меньше, вот, чем на Патреоне. Тоже немножко подписок. И Ютуб мне вообще никак не платит. То есть до аварии я рекламу продавал просто в видео. То есть основное было это доход с рекламодателей. Да, то есть ни Бусти, ни Патреон, он вообще близко вообще не подходит к тому, что ты зарабатываешь от прямых рекламодателей. Но с ними тоже не всегда получается, потому что, например, в Тихуану сложно было найти рекламодателя. Там отказались по политическим... Билайн, например, отказался по политическим соображениям. Ну, типа такая тонкая тема, русскоязычные границы с Америкой. Ну, я понимаю, да. Типа бегут из России. Да, плюс про насилие, преступления. Там, ну, есть, там, кого-то убили в этом ролике, да, там, на этой сцене преступления. да. И бренд не хочет ассоциировать себя с каким-то там криминалом, да. А там, знаешь, брать какой-то миграционный центр, типа, который переведем вас через границу, ну, такое тоже. Да, понимаю, окей, окей. Ты в прошлом году попал в аварию в жесткую, получил серьезную травму черепно-мозговую и сейчас восстанавливаешься. Можешь рассказать в двух словах, кто не знает подробностей, что произошло? Да, мы поехали посмотреть на водопады недалеко, в город соседний от Сан-Кристобль де Лас-Кассас. Такой выходной день был, хороший, солнечный, вообще кайфово так начиналось все. А дальше в нас врезался грузовик, груженный бетонными плитами, по-моему. То есть, очень тяжелый, такой американского формата фура. У нее на серпантине отказали тормоза и она прилетела сзади. И она, в чем прикол, что, ну, во-первых, она очень быстро ехала, а я замедлился, переехать лежачий полицейский. Там очень много лежачих полицейских в Мексике вообще ставят. Еще не по нормам, еще они очень высокие. И, в общем, я переезжал лежачий полицейский, а чувак даже не сигналил. То есть, чувак на фуре не сигналил никак. И я не понял даже, что случилось. Бам, удары, все. Я даже не помню, как мы доехали до того места. То есть, я помню, что мы выехали, типа, я помню, что где-то едем чуть-чуть. И дальше не помню. И следующий кадр у меня в голове, как я очнулся в машине, да, все разъебано, разбито, в крови кто-то кричит, но моя жена кричала. Еще я подумал, что она кричит от страха, потому что мне не было больно вообще. Вот. А ей было очень больно из-за того, что у нее были нервы задеты, и она от этого кричала. То есть, она вообще не теряла сознание, но она ничего не помнит. А я вот помню, то есть, а я терял сознание, то есть, я отключился, потом, то есть, я отключался постоянно, то есть, я в сознании, потом раз, опять отключился. Какой-то чувак мне сзади прикладывал полотенце такое или тряпку, потому что у меня кровь текла из головы. И дальше ты уже попал в больницу. Да, и когда меня там в скорую грузили, меня спрашивали, типа, ты понимаешь, что происходит? Они спрашивают. Я говорю, что происходит, типа, я описываю, что происходит, почему я именно в больнице, то есть, я не понимал. Я понимал, что, типа, вот, авария с кем-то произошла, почему-то я в больнице, и, ну, я вот этого не понимал. То есть, у меня была такая очень сильная диссоциация от всего происходящего, и меня так психика защищала от того, что произошло потом. И вообще, я, типа, забыл, кто я, грубо говоря. Вот я не знал, что там, например, я там блоги снимаю или что-то еще снимаю, я не знал этого. Мне, когда кто-то там говорил, типа, например, вот еще будешь видос, к примеру, снимать. Я вот в этот момент вспоминал, типа, я такой, а, точно, ну, типа. И вроде, как бы, я понимал, кто я, но первое время не сильно. Первые месяцы или первые дни? Первые дни, но при этом, грубо говоря, я реагировал, как я обычно реагирую, то есть, грубо говоря, то есть, моя личность, она как бы была, смеялся, если кто-то шутил, как-то в том стиле, как бы я посмеялся, если бы, если бы ты был здоров. Да. На самом деле, я еще понимал, что все очень серьезно, то есть, знаешь, я это как бы чувствовал, понимал где-то, но оно пряталось от меня. Психика тебя защищала, что ты на панику не подсел жестко. Да, и, кстати, когда через несколько дней, вот три дня я лежал там в первом госпитале, где они ничего не могли сделать, ну, потому что не было оборудования и докторов, потом меня в другой, когда перевезли, там у меня чуть-чуть больше сил стало, ну, они как-то обработали все раны, что-то, может, что-то мне вкололи, я не знаю, мне как-то легче стало. У меня вот там начались, короче, панические атаки. Начал понимать, что произошло, и у меня они вот начались. Жесткая паника. Да, и особенно, когда начинали говорить, там, доктора, например, показывал снимок мозга, ну, то есть, он подходил, я лежал в кровати, не мог двигаться, у меня правая сторона тела была парализована полностью. И он, когда начинал об этом говорить, мне сразу так... Плохело жестко, да? Да, и начинало, ну, то есть, я как-то это выдерживал, то, что он говорил, но вот потом, например, у меня начинались панические атаки, и мне было очень страшно одному еще оставаться. Ну, с тобой друзья были, да? Была Вика Валикова, это подруга моей жены, с которой они клиники благотворительные основали. И она прилетела, самая первая, и очень классно, потому что она врач, то есть, по образованию, и она, она не нейрохирург, но она как врач, знакома вообще со всем этим, с врачебной темой, плюс у них свои клиники, и в итоге она принимала решение об операции. То есть, она подписывала бумаги о том, что про ответственность, что если что там. Я думаю, ей было, ну, очень-очень, ну, тяжело, прикинь, такая ответственность. Да, я представляю, да. Ну, и она разруливала, соответственно, на первых порах штуки, там, чтобы нас как раз-таки перевезли в больницу, оплачиваемую, и начала собирать деньги через свои ресурсы, она тоже блогер, то есть, она у себя опубликовала, на неё подписано тоже много ребят, блогеров, наших общих знакомых, там, Лёня Пашковский, например, он тоже у себя опубликовал про сбор, там другие блогеры были, с которыми я вот лично даже не знаком, но я знаю, что они снимают, они тоже, некоторые из них опубликовали это. Собрали деньги быстро на операцию. Да. Слушай, как сейчас у тебя, тебе удалось сохранить, ну, то есть, личность вернулась, как я вижу, рассказываешь эти истории, то есть, когнитивные способности удалось сохранить, да? Это хороший вопрос, я на самом деле не знаю, потому что у меня есть с вниманием проблемы, с концентрацией внимания, поэтому мне, например, сейчас сложно монтировать видео, забываю какие-то штуки, вещи куда кладу. Вот то, что краткосрочная память, ключи не помню. краткосрочная память, прям сильно. А то, что в детстве было, ничего не пропало. Всё помню, да. Класс. Краткосрочная память, да, хуже стала. Ну, у меня плохо двигается правая сторона тела, нога особенно, стопа, почти не двигается. Плюс чувствительность, знаешь, в правой стороне тела у меня меньше, то есть, вот эту часть тела я хуже чувствую. Вообще, я её не чувствовал, точнее, очень плохо чувствовал после аварии. Сейчас чувствительность стала повыше, то есть, чуть-чуть восстановилась, но не до конца. Но это неприятно, всё равно, знаешь. Ну, да, но то, что ты приехал на наш с тобой подкаст на велике, это уже большой прогресс. Это круто. Ну, да, это круто. Кстати, велик мне помогает, потому что, я когда на велике еду, у меня нет, как будто бы, никаких ограничений, потому что, педали кручу, как и обычный человек. Хотя, на самом деле, у меня нога застревает в цепи, она, там, специальное приспособление у меня, чтобы этого не было. Это крутой прогресс. Оказывается, у нас много общих подписчиков. Я вчера делал пост в Телеге. Ага. Типа, что, мы будем снимать с тобой подкаст, и многие говорят, да, и типа, круто спросить, какие у него дела, как здоровье, там, что дальше там вообще, да. Многие спрашивали, вот, у меня даже из Телеги есть там вопрос, да, какие там дальнейшие творческие планы. Оказывается, у нас много общих подписчиков. Ага. Вот после, ты восстанавливаешься, но какие дальше планы? Будешь ли ты снимать? Будет ли что-то выходить? Может быть, в другом формате, какой-то там репортажный. Как? Все, то, что я сейчас знаю, да, это то, что мне это нравится по-прежнему. Кажется. Как будто бы нравится. Я, если честно, не очень уверен, но вроде да. Ну, наверное, я бы хотел сделать видео про процесс реабилитации, но мне его тяжело очень делать, то есть почти невозможно потом, ну, тяжело смотреть. Те кадры прошлые, да, когда, после аварии. То есть физически буквально я не могу ничего делать после этого, когда посмотрю, хотя мне удалось чуть-чуть помонтировать их. Может быть, я смогу закончить, потому что вообще в начале, когда я их первый раз смотрел, ну, я вообще не, ну, я не смог даже досмотреть ничего. Может быть, должно время пройти какое-то, чтобы ты мог спокойно вернуться к кадрам, Катя? Ну, я уже гораздо спокойнее отношусь к ним, но всё равно. Потом, я думаю, что было бы классно построить дрезину. Здесь есть железная дорога недалеко от Сальто. Ага. Она в сторону Чили идёт. И это узкоколейка. Заброшенная, которая уже не используется. Да, но там, по-моему, раз в неделю, возможно, ездят товарняки. Это не точно, на самом деле, информация. Нужно вот мне съездить и проверить. Короче, хочу построить, чтобы она на электродвигателях желательно была, но не обязательно. Можно и на дизельных. И снять такой видос. Ну, уже план есть, видишь? Свой товарняк. Маленький. Ну, да. Ну, плюс я бы хотел, конечно, снимать репортажи, но для них, на самом деле, нужно много всего. То есть, это большой процесс организаторский и большой процесс спонтанный. Ты очень много всего спонтанно должен делать и оказываться в нужных местах, там, в нужное время. А мне сейчас немножко, во-первых, я хожу медленно, вот, то есть, это всё влияет. Ну, и плюс, знаешь, общаться с какими-то типами, решать какие-то жёсткие проблемы, там, встречаться. С странными людьми, не всегда безопасными, да? Не всегда безопасно, и для этого ещё нужна выдержка определённая. А меня немножко расшитало после аварии. То есть, у меня, грубо говоря, эмоциональная устойчивость меньше стала. Ну, я думаю, что в целом оно тоже заживает, раз ты раньше не мог смотреть на фотки, сейчас как бы тебе более-менее ок, то и в целом, я надеюсь, что как бы психика становится окрепней. Знаешь, я услышал, что круто, что тебе всё ещё нравится снимать и что-то делать. Раз у тебя появилась безумная идея с дрезиной, знаешь, твой мозг всё ещё работает в этом направлении. Я на самом деле не уверен. Ещё прикол такой травмы в том, что тебе приходится заново себя открывать и какие-то свои возможности. И для себя заново тоже мир открывать. Потому что мне это нравилось раньше, мне скорее всего это всё ещё нравится, я так думаю. Но правда, мне некоторые вещи пришлось заново понимать, что они мне там нравятся, например. Вот. Окей. Но я думаю, что любой формат, который ты будешь снимать, ребятам, которые тебя смотрят, которые на тебя подписаны, судя там по комментам, они просто будут рады, если хоть что-то выйдет. Ну да, надо что-нибудь выпустить уже. Аргентина тоже большая, здесь куча всего интересного, я думал. Ну да, я в Аргентине тоже хотел про неё что-нибудь поснимать. Прикол в том, ну всё равно, скорее всего, уйдёт часть аудитории. Всё-таки люди подписывались на такое. На ультра-экстрим, товарняки, да. Ну да, это же на самом деле немножко так, это за рамками обычных трипов. Ну знаешь, что могут быть экстремальные путешествия и без экстремальных физических нагрузок, как на товарняках. Ну да, вопрос формата. Да, да. То есть это может быть место, это могут быть люди, это может быть там даже время года, да. Не обязательно экстремальная физуха, как ты превозмогал 40 градусов по пустыне. Поэтому я уверен, что ты найдёшь свой формат. Я первый буду рад выходу какого-нибудь нового видео. Вот поэтому, ещё раз, ребята, Patreon Boosty в описании. Знаешь, что я хотел бы тебя спросить? Какое бы ты напутствие дал ребятам, которые по твоему примеру собираются поехать в длительное путешествие? Особенно на товарняках либо просто в таком экстремальном формате. Поберегитесь лучше. Ну, то есть, обычно я говорю не ссать, не бояться. В целом, если молодой или молодые, то да, делать. Потому что потом времени уже не будет. А ещё не факт, ещё непонятно, сколько проживёшь, знаешь? Да, стопудово. Типа, если бы я отправился к праотцам в этой аварии, ну, то хотя бы такой, ну, что-то пожил. Где-то побывал, поездил. Это могло быть, знаешь, в Москве на Тверской КамАЗ мог к тебе въехать. То есть, это не говорит о том, что именно это путешествие привело к такому. Ты просто ехал на выходной. Ну да. То есть, это не падение с товарняка, где ты там переломался, потому что там можно было бы сказать, о, сам виноват, там суперэкстримил. Здесь ты просто ехал по городу. Это вообще не связанные вещи, на мой взгляд. Это правда. Просто гражданский город, где ты ехал на машине. Ну, я, наверное, теперь буду это, есть молодость, силы. Почему нет? При том, что мы живем в довольно открытом мире все еще. Для нас, кстати. То есть, когда я говорю в открытом мире, здесь важная ремарка, что это для нас он открытый, а для людей, например, с какого-нибудь Конга, да, он более закрытый. Ну, по причине доходов и документов, которые позволяют въезжать, да. Так что, пока есть такая возможность, стоит. Друзья, подписывайтесь на Boosty Patreon.ly. Это поможет ускорить выход новых замечательных, интересных, а возможных экстремальных репортажей. Я, например, подписан. Путешествуйте, оно того стоит. До новых встреч. Спасибо, что позвал. Да, спасибо, что пришел. Было очень приятно поговорить. Давай. Пока.